всем привет дорогие друзья с вами очередной выпуск подкаста желтая змея и его ведущие я алексей джорни и тимофей фоксбрингер здравствуйте товарищи у нас сегодня в гостях и замечательный кирилл эпик войд привет кирилл привет который расскажет нам про ожидаемый видимо всеми секториал тартаре армии корр то есть армии корр видим форб скоро не важно в общем вы поняли так про русских в суровом мире инфинити это уже наверное пожилой секториал ему уже года три который в n4 на самом деле практически не изменился насколько я могу судить и вот кирилл поиграл в n4 сколько-то игр я еще сам немного игр поиграл и мы решили позвать кирилл спросить у него самый важный вопрос стоит ли играть таком а не ваниль нарядный я считаю что да стоит определенно играть таком и я бы даже сказал что так это практически идеальные секториал идеальная армия для того чтобы катываться в игру так как он собирается довольно просто стоит отметить то что он разделяет эдакую судьбу с сс так как они вышли в одной коробке и они оба хорошо скомпонованы в этих коробках оба хорошо собираются оба являются крепкий с крепкими сбитыми армиями которыми в принципе довольно приятно начинать играть вопрос скорее был в том вот есть у тебя есть выбор играть таком или ваниль нарядный имеет ли смысл брать именно так какие у него сильные стороны у него слабые стороны между ванильный рядный таком стоит выбрать так потому что как у всех секториалов у него есть линк это хорошие оборонительные механизмы у него у некоторых юнитов весьма ходовых в том числе ванили больше ава что позволяет использовать их в больших количествах собственно говоря за счет этого получать преимущество принципе это наверное основные преимущества перед ванилью я скажу свое мнение вот кирилл может быть согласиться может нет мне кажется не имеет никакого смысла играть таком если вы не любите играть ну как сказать если вы любите играть линками и вы хотите играть линком в риадне то определенно надо играть именно таком потому что из всех секториалов рядный у него самая разнообразная компоновка секториала пошла новая и самые наверное сильные линки потому что она одновременно и двухфундовая модель и с мимитизмом и стены с баллистиком и с ап-пулеметом то есть просто клёвый набор юнитов но я честно считаю что конечно же не имеет никакого смысла не играть ваниль нарядный если вы можете разве что вы идете на без их вор и вот когда вы идете на без этих вор возможно тогда вы будете играть таком любой другой ситуации ваниль как любая ваниль просто сильнее там есть медведи а не дог вориоры но можно еще и дог вориора взять там больше комков больше майн-лееров ну пулемет тот же самый в общем то есть подумать как и в атаке тем не менее по мой по моему мнению так идеальность секториал потому что в нем есть немножечко такого уникального духа в отличие от ванили таки гораздо больше комков как бы это странно не звучало за счет а в 4 до стрелках и там есть вот какой-то прикол связанный с линком то есть там есть крутой очень компетентный пулемет и как уже сказал кирилл с чем я определенно согласен так наверное лучше из риановских армий для новичков потому что у вас есть все ваши как бы инструменты они уверены вас уверенный там пулемет вас клёвые комки какие-то вас клёвые варбанды и все такое и всем этим прикольно и интересно начинать играть наверное так как давно ты вообще играешь таком вот я просто помню наш с тобой разговор пару лет назад когда ты почему-то думал чем и пойти играть в ттс я сказал мы не пару лет год назад собственно а я сказал год таком и да и пошел таком я помню да я натолкнул тебя до эту мысль и ты давно реду был сам я хотел бы предварительно сделать небольшую ремарку относительно новичковости армии если новичок хочет скатиться варианту ему в любом случае придется учиться отслеживать наличие под камомаркерами настоящих юнитов или обманок в таки за счет того что этих правил больше нужно понимать что есть стартуешь что тебе нужно быть очень предельно внимательным и записывать это потому что ты можешь невзначай своего оппонента как бы начитить поэтому как бы новичкам стоит быть очень аккуратным относительно того когда начал играть основной как бы воротный момент когда я начал играть таком это когда был объявлен ттс на турнир без свц и за мою основную армию осс мне как-то не очень понравилось то что выходило без свц и как бы я решил а почему бы не попробовать таком там в принципе все очень хорошо компонуется и есть даже хорошие пушки без свц стоимости и собственно этот турнир я взял таком и после этого я поиграл потом на обычных турнирах таком это было в тройке еще перешли в четверку я сыграл по-моему парочку лик на таки и если сравнить с n3 в н4 также какой сс так практически не изменился концептуально стал только лучше за счет удешевления стал некоторые юниты прям стали гораздо супер лучше тот же фронтовик снайпер потому что раньше там были опции между ними сейчас там один стал сильно лучше и в принципе центре почти ничего не изменилось армия все еще хорошая я задумался даже брать ее и рейл себе но слишком сильно рублю люблю своих роботов это первое второе слишком накладно лично для меня их начинать собирать еще очень дорого так как в таки очень много волков и очень дорого стоят в рублях верно если подумать из всех армий определенные всех риандовских от самая дорогая это тоже небольшой небольшой минусы если вы там хотите начать играть если у вас финансы позволяет прикольная армия для начала собственно тимофей вот какой у нас следующий вопрос по расписанию говоря собственно о сборе армии кирилл а вот можно посоветовать что нам собственно купить с чего начинать с чего бы ты начинал за супер свою армию на примере магазина лавка орка с удовольствием подскажу самое первое с чего нам нужно начать как ни странно это экшен пак та самая половинка колд фронта который когда-то выпускалась сейчас снято с продажи вместо нее выпустили половинку это можно сказать маст хэв для старта атака потому что практически все здесь нам нужно или если не нужно прям прямом предназначение то она будет у нас что-то проксить поэтому практически все отсюда нам пригодится это или от казак и линейки и фронтовик и василий и скаут стрелком и прости господи ратник этому это скажем так go for choice мы покупаем его первую очередь первую очередь затем у нас идет изюминка ариадны и в пёс пёс воин коробка псов воинов она нам пригодится по многим причинам которые мы затронуть чуть позднее их можно взять и одного и двух и они помогут проксить что-то другое поэтому следующим берем софа воинов дальше мы хотим взять себе коробку спецназовцев она не самая оптимальная но нам пригодится оттуда парочка моделей в принципе минчики вполне себе такие самобытные отдают русским духом позволяет ощутить себя настоящим ариадновским победителем дальше у нас идут стрелок на потому как в секторе достаточно большая ава стрелков нам понадобится отдельный блистерок с ними либо собакой либо одинокий стрелок сборных шатгана дальше у нас идет ирмандиньо это одна из лучших варбанд который я водил и очень дешево очень прекрасная берем всегда ну и в качестве опции у нас есть кармен джонс любимица алексея она очень хороша я не беру и не в каждый лист но она делает очень много всего тоже было бы неплохо взять и в принципе с этого всего вполне можно начать собираться и собрать весьма компетитивный компетитивный лист так и не один я хотел добавить что спецназ снайпер на самом деле отлично практик фронтовика снайпера если подумать так что можно все три миниатюры использовать 10 10 отлично давайте тогда перейдем в армии билдер и начнем мы очевидно с нашего главного корного линка это линейные казаки линейные казаки это легкая пехота лайн труп с молом 4 4 11 баллистиком 11 физикой 13 випом 1 броней по закачкам все стандартно каких мы берем чаще всего чаще всего мы берем от одного-двух кошников одного парамедика и обычных линеек либо лейта и обычных линеек ну чтобы добивать себе корный линк я не думаю что стоит вообще в принципе рассматривать а пхмг снайпера мислу гранатометчика потому что они весьма неэффективны с учетом имеющихся в секториале опций окей давайте тогда собственно просто и понятно самый базовый линк ничего особо интересного а вот что можно взять к ним и начнем мы с фронтовиков это наша скажем так ветеран трубс легкая пехота с моем 4 4 12 баллистиком 11 физика 13 випом и уже 2 броней у них есть кураж меметизм минус 3 и правило ветеран из стандартных закатчиков все они используют т2 винтовки я солд пистолет стоит в среднем там 20 небольшим очков вот какого из фронтовиков или каких ты бы хотел присоединить к кору линейных казаков ну потому что одновременно живет только один может кого-нибудь на замену там защиту в атаку на самом деле практически всегда во всех растерах у нас в п это фронтовик мсв-1 ap снайпер за счет своего прекрасного правила эквипа мсв-4 теперь он наш универсальный защитник от угроз и раньше он конкурировал с хрэйлом за счет того что хрэйл стоит значительно дешевле и его тоже можно было взять но теперь чаще всего это всего лишь одинокий фронтовик мсв-1 если бы линк можно было брать больше одного фронтовика возможно стоило бы взять пара медика и континженера вот так как он один а на замену брать такую дорогую модель который может и не войти в итоговый линк не хочется берем сюда снайпер от себя добавлю что инженерство лрл и т2 винтовочкой на самом деле нормальный чувак особенно на миссии связанные с карточками и потому что бывают ситуации когда у вас умер ветеран казак такое бывает даже в активный ход сами понимаете до инфинити или его например ослепил фонарик и вам нужно что-то что будет стрелять на на более менее такие дистанции и фронтовик ну типа в 40 раз лучше чем обычный лайн казак у него и винтовка т2 и пятизм 12 баллистиками с 11 при этом у него есть лрл в этой армии не то чтобы много шаблонов шаблонов здесь почти никогда нет я имею ввиду стрелючих и никто не будет ждать чтобы там из резерва поставить это 2 рл лрл не так т2 типа т2 инженера господи инженера с 2 винтовкой и лрл и вы можете пойти в неаккуратно лежащие модели шаблонами пострелять в принципе достаточно уверенно только дистанции не очень хороший но если вы идете в центр это и так нормально к тому же у нее здесь и g что еще плюс один классифай брать его на замену наверное нет но иногда можно подумать над этим вот на ходе классе в первую очередь согласен с мнением алексея тоже вполне достойная опция за свою стоимость такой клип и сочетание правил вполне себе годится на какую-нибудь замену есть вас остались очки есть столькое желание поводить фронтовика и рлл и единственное что не стоит думать что вот что я хочу хотел еще дополнить стоит думать что мсв-1 снайпер с мимитизмом это непроходимое препятствие ни для кого к сожалению все еще только одно вундовые стоит 300 очков надо быть очень аккуратным против каких армий ставить его на ро про какой-нибудь вару ну наверное смысл не особо имеет или там не знаю против многих, на самом деле. То есть любая шоковая фигня, например. Какой-нибудь пулемет шоковый. Знаете, о ком я говорю. Еще может какая-нибудь армия, которая может много кубов большим баллистиком накидать, она бесправильно с ним разберется. Но это лучший аэрок, который вы можете в корзу запихнуть так или иначе. Поэтому, э, выбора не то чтобы много. Давайте от фронтовиков тогда перейдем к другим юнитам, которые могут присоединяться пока что только к линку линейных казаков. И внезапно это наш самый обыкновенный казак-доктор. Просто казак, просто доктор за 13 очков с 13 випом. Он нам нужен в Реадне. Скажем так, в ростер его никогда не беру по причине того, что механику парамедиков изменили. Теперь, если у вас есть линк и вы можете плюнуть двумя дикитами, это часто выгоднее наличие казака-доктора. Учитывая, что в таке логично нет кубов, рижероли ты не можешь, особого смысла брать именно доктора не вижу, поэтому берем просто линейку парамедиков вместо казака-доктора и радуемся жизни. Перейдем теперь от юнитов, которых мы можем брать только к линейкам, к вайлдкартам. Первая, в общем-то, самая главная наша вайлдкарта, это ветеран-казак. Ветеран-казак, это наш тяжелый пехотинец, элит-трупс, несмотря на то, что это ветеран-казак. Но он с правилом ветеран. У него мув 4-4, 13-й баллистик, 12-я физика, 14-й вип, 4-й арм, нулевый БТС, 1 вунда, кураж, возможность собрать Фертим Харрис, Шок и Мун, Мимитизм минус 3, шестое чувство, НВИ, ну и правило уже упомянутый ветеран. Наверное, стоит обратить внимание на самую главную закачку, это АП, ХМГ, Хэви Пистол за полтора СВЦ, 46 очков. Да, безусловно. Это наш самый главный биток, который стреляет из линка. Берем всегда, делаем много стрельбы по хорошему полистику, с хорошими модификаторами, убиваем все, до чего можем дотянуться, если не схватили себе рака кубиков. Это все понятно. С другими закачками я бы хотел отметить, что на некоторых специфических турнирах, как я отмечал, например, турнир без СВЦ, в принципе, ветказак может использовать и другие закачки. Мне очень импонирует ветказак с эксвизером Т2 рефлой и легким огнеметом. Это такой убийца близких средних дистанций, который может очень существенно набросить кому-нибудь сейвов и Т2 оппонент погибли. Собственно, в финале этого турнира без СВЦ я играл против ванильного лефа и еще тогда можно было сжигать ОДД и отжег ОДД легким огнеметом, потом из Т2 рефлы два приказа убил их СВД. Собственно, скорее всего, вы никогда не будете брать больше одного, который имеет АПХМГ, но на некоторых специфических форматах может вам доставить много лоузов, взять эксвизор с Т2 рефлой с огнеметом и пройти к кому-нибудь сжечь и потом отвесить тесте умных ништяков. К сожалению, исчезла закачка Mark 12 Эксвизор в Флэмс Ровер, которая была в Н3, она, кстати, была прикольная, потому что можно было кидать... У тебя практически был пулемет, только дешевле, минус один куб и, типа, зато с шаблоном, то есть, были ситуации, когда вы хотели его брать, например, на какой-нибудь арморе, сейчас на арморе вы, скорее всего, даже ветеранка пурышатгана брать не будете, хотя, в целом, так, посмотреть, стоимость у него, типа, нормальная. За двухудовую модель с меметизмом, 36 очков. Вот пулемет, почему-то, супердорогой, все остальное, в общем-то, стоит достаточно адекватных денег, на мой взгляд. Ну да, едва ли вы будете брать кого-нибудь еще, а корр ветеран-казаков, я вам скажу сразу, игнорируется, просто потому что здесь нет возможности никого по правилам разогнать, и у вас будет одна группа на очень мало приказов из моделей, которых нет Unconscious State, это всегда плохо заканчивается. Это колонел Евгений Воронин, полковник наш. Легкая пехота, персонаж с мувом 4-4, 22-м Клосс-комбатом, 2-м Маршал Арс и правилом Гвард, шитым шистым чувством и сенсором. 11-й баллистик, 13-я физика, 14-й вип, без брони и БТС вообще, на удивление. Он является полноценной валдкартой и имеет две закачки, либо рифла, либо Т2 бординг-шотган. И, соответственно, может быть не специальный, может быть обычным, либо лейтенант плюс один команд токен с стратегасом первого уровня. Собственно, это приятная опция взять стратегас в таг, имеющая при себе при этом возможность дать вам дополнительный команд токен, что весьма полезно в силу того, что у нас есть определенное количество регулярных моделей, в приказе которых мы захотим перевернуть в регуляры или сделать какой-нибудь хитрый координейт. Не часто его беру, но это хороший способ подразогнать ваш лист, немножечко удорожив своего лейтенанта вместо обычной линейки. Благодаря тому, что он находится в линке, может находиться в линке в реактивный ход ваш первый, если вы ходите вторым, он чуть более защищен. Благодаря гварду он защищен еще больше. У него неплохая ПХ, то есть если к ним придет кто-то его класть на него шаблон, он сможет в принципе удоджить. А всех остальных поможет съесть его собака или могучий Т2-бординг-шотган из линка, который стреляет о боже, по плюс девяти в плюсах по двадцати. Стоит отметить, что у его закачки с рифлой ассалт-пистолет. И вроде как бы активный ход вы никуда не пойдете им, но если у вас под боком остался какой-то неудачливый инфильтратор-имперсонатор, вы все равно скорее всего не пойдете его стрелять с л-пистолет, а убьете кого-то другим. Но опция прикольная. То есть если вы в отчаянной позиции, вы можете взять с л-пистолет, если вы взяли с рифлой все-таки, и пойти стрелять четырьмя кубами по одиннадцатому баллистику. Звучит, как план. К сожалению, у Т2-дробовика нет Т2-шаблоны, поэтому обидно очень. Было бы прикольно прийти на так и на него три Т2-шаблоны положить. Любишь ли ты брать чейнов-команд вместе с Воронином, потому что на самом деле в этой армии аж два чейнов-команда, и все они в разной степени полезности, но опция есть. Скажем так, в принципе, почти во все листы я беру обычную линейку лейтенанта, пытаюсь маскировать его под другую линейку с рифлой, обычно даже в линке. Чайник, я не думаю, что стоит того, потому что чейнов-команды, оба имеющиеся во фракции в армии, они очень дороги, и наверное, проще аккуратнее сыграть, и все-таки взять либо просто какого-то лейта, либо Воронин, либо линейку. Если вы так сильно боитесь потерять лейтенанта, то уж лучше не брать сочетание Воронин плюс чейнов-команда, а сразу взять лейтенанта в комке, который в этой фракции есть, и быть защищенным по максимуму, если вы так сильно боитесь его потерять, например, какую-то специфическую миссию типа там, дикапа. Вот и все. Ну, в целом, согласен. Я просто скорее к тому, что... Ну, ладно, я не буду это оценивать, мне вообще не нравится Воронин. По-моему, это просто жадно пихать его в армию, чтобы поиметь плюс приказ. К тому же, я что-то в растерах не нахожу ему места вообще. То есть, всякие модели за 20 очков и так полностью лист наполняют, место просто не схватает. Но в Ваниле, мне кажется, он поинтереснее смотрится, но это наконец-то на будущее обсудим. Что ж, все линкующиеся юниты у нас тут как-то резко, внезапно и очень быстро закончились. Не то, что в Хасасин-Бахраме, там, где мы еще полчаса вообще прониктранделием. И перейдем, собственно, к нашим остальной легкой пехоте. Начнем с всем уже известного по космофлоту 112-го доктора. Но здесь, в отличие от того секториала, он хотя бы может линковаться исключительно с кором фронтовиков. Это обычный доктор, лайн-труп, за 12 очков уже не за 13, как наш казак. У него лайт-шотган, 13-й вип, и вот 112-й может быть частью именно полноценного кора фронтовиков. Тут скорее такой вопрос. Играешь ли ты когда-нибудь кором фронтовиков, поскольку отдельно его брать, опять же, смысла, наверное, нет. Ну, кором фронтовиков нет смысла играть вообще, потому что вы получаете очень дорогой тот же самый линк пехоты одновундовый просто с меметикой. Умел бы 112-й в линк к линейкам, он был бы прикольный, потому что у него есть шотган, он имеет тот же самый медикит, стоит, по-моему, столько же, сколько пара медик-линейка. На 1 очко дороже. На 1 очко дороже, но, типа, за счет шаблона уже неплохо. А так не нужен, просто не нужен. А что по поводу его мотоциклетной версии? Ну, мотоциклетная версия неимпетусная приносит нам смог гранейт-лаунчер с 11-м баллистиком, учитывая, что плюсов у него, по-моему, все еще нет в Н4. 112-й не нужен. Вообще плохо. Просто плохо. Не берите. Ну да, действительно, с его 11-м баллистиком и дымовым гранатометом у нас опции дыма в этой армии чертова прора, к которому мы скоро перейдем. Ну, действительно, вряд ли мы о нем будем задумываться, кроме как во Франции. Но об этом потом. Наш следующий специалист это дозер. Из той же самой коробки, кстати, с казаком-доктором и 112-м мотоциклетом. Нужны ли нам дозеры? И тут скорее стоит поговорить о дозерах, наверное, в разрезе трактор-мулов для того, чтобы их набирать. Дозер это наш стандартный инженер тоже с 13-м випом за 13 очков. Опции инженеров именно как специалистов в секторе есть множество и очень хороших. Для ремов он нам не нужен, потому что ремы у нас плохие. В принципе, я думаю, что он нам никак, ни в каком виде не нужен, потому что все, что он делает, если мог, ну, все, что он может делать, делают все остальные лучше и со стоимостью чуть ли не дешевле чаще всего. Поэтому нет, не нужно. Давайте быстро упомянем про наших замечательных тракторов. У нас существует обычный трактор-мул. Это с нашими уже известными закачками за 5 очков обычный, 9 СВЦ Катюша и 16 СВЦ Ураган. А также существует Курьер трактор-мул, который есть Катюша за 12 и Ураган за 19 с единственным отличием, что у него плюс 1 баллистик, то есть 11 они 10 и правило мейнлэйр с минами. Ты когда-нибудь вообще использовал, наверное, все-таки мейнлэйрные закачки именно в каких-нибудь, например, контрмерах, чтобы специально их чинить? Или трактор-мул совсем плохие? Конкретно в таке? Я думаю, они совсем плохие в силу того, что у нас есть очень дешевая базовая пехота, которая заполняет все необходимые слоты под именно обычные дешевые приказы. На контрмер чаще всего можно, вам нужен рем только для одного классифая, и на него можно с чистостью забить. Как боевые единицы тракторы и курьеры не нужны. Майн лейеров в секторе достаточно. В принципе, вердикт как бы не покупайте, не берите, никогда, не нужен. Впрочем, что и следовало ожидать? Давайте теперь уже перейдем к нашим дымам на мотоциклах. Это Динамо региментов Казак Лайт Ковлары, это легкая пехота, спектрный Трупс, регулярная импетусная, на мотоцикле с мобом 8.4, пешеходная 4.4, 12-й баллистик, 12-я физика, 13-й вип, 1-й армор. На мотоцикле имеет дымовый гранатомет и майн диспенсер, о котором я упомяну чуть позже, и дождь плюс 1 дюйм. А в целом он имеет также правила догет, кураж, невозможность собрать Fireteam дула, но извините, что сказал, забудьте это. Существует 4 закачки сабмашин с пансерфаустом за 15 очков, с рефло и парамедик с дробовиком за 18-19 соответственно, но попалось вц каждый. А майн диспенсер это такое любопытное оружие, которое позволяет на дистанции райфла выстрелить до 2 мин, причем вы можете выстрелить в активный ход оба раза, несмотря на то, что там бюрст 1, но есть такой замечательный трейд, как дабл шот, который не обязывает, но позволяет вам выстрелить обе. Ну и работает как дробберы, просто посмотрели на точку, выстрелили, прокинули баллистик, замечательно, мина там появилась, не прокинули, не появилась, ну и разумеется, сразу маркером мины без камуфляжного. Вообще, как часто ты используешь динамо, ава 5, может быть, 5 штук? Скажем так, я не использовал динамо, но глядя на эти закачки, я могу себе представить, как их, где их можно было использовать, и они, мне кажется, весьма вкусными. Особенно мне импонирует динамо флошник за счет того, что у него есть ассолт-пистолет. То есть, динамо за счет своей бедостности может поехать, откинуться дымами, то есть, не фотофешнуться, например, выехать из деплоя и просто кинуть, попробовать нормал роллом дым. Потом поехать, нажать на точку, потом плюнуть куда-нибудь майн-диспенсером, не знаю, поставить кого-нибудь из ассолт-пистолета, а на ро отплевываться флеш-пульсами. Мне очень нравится флошник. Я, в принципе, даже представляю себе, что вы возьмете Аппо-спитфайр и, опять-таки, на импетусе задешево по приказу, то есть, за счет преодоления большой дистанции. Поедете, где-то плюнете дымом, где-то плюнете майн-диспенсером под кого-то, потом выйдете и устроите ему вилку, то есть, получить мину на халяву или постреляться с Аппо-спитфайром. Также, я считаю, что самый его, наверное, лучший, лучшим применением может быть как раз-таки спец-суицидник такой, который может пережить одну дырку, то есть, за счет доги, да, он въезжает в точку, нажимает на нее, пытается пережить. Как-то, мне вот видится этот юнит именно так. Тебя скажу, что я достаточно поиграл в Динаво, кстати, у меня прям частенько он был, к сожалению, не в каждом ростере, потому что иногда ты не хочешь брать два мотоцикла, а у меня в каждом ростере есть Кармен, ему иногда не ходилось места, но вот именно парамедик, по-моему, вообще самый лучший, просто потому что у вас есть шаблон, и у вас таким образом появляется варбанда, которая, специалист, может полечить собаку, павшую ванконшенс, что как бы отлично, даже одним кубом, если она уже ванконшенс, это все еще лучше, чем вести весь линк ее лечить, а так мимо проехал, у нее там 15-е ПХ, по-моему, плюнула в нее, она встала, не встала, ну, все в руках божьих, скажем так, при этом у нее есть возможность выехать на линк и кивить на голу два шаблона, 10 из 10, к тому же, я использовал на контрмеры, и он отлично, отлично работает на инокулейшн, потому что он может приехать к ХВТ, там, за буквально 2-3 приказа, но не стоит забывать, что, ну, как сказать, не стоит, не стоит вкладывать в него слишком много приказов, потому что это не та модель, на которую хотите, там, 6 приказов потратить, все мины выкинуть, выехать, там, что-то убить, это, мне кажется, так не работает, нормальная тема, положить его во вторую группу, у него там, 4 своих приказик, один регулярный, 4 регулярных, один регулярный, он поехал, кнопку нажал, выехал, два шаблона положил, сдох, выойдем, забыли, не сдох, но он лежит там уже, с шаблоном, кому-то мешает, а фоошник мне не очень нравится, потому что, да и спецфайр тоже, если честно, 12 баллистиком, без ковра стрелять, как такое, но фоошник еще и потому плохо, потому что здесь, вот уж кого-кого, а фоошник в этой армии просто дохрена, в каждом комке буквально может быть фоошник, и что-то, мотоцикл брать, хз, парамедик поинтереснее, мне кажется, ну, это такое, вопрос вкуса и подхода к собранию ростера. На самом деле, я могу сказать, с точки зрения Мавериков, в Юсарфе, который тоже стоит ровно 18 очков, только уже, уже без СВЦ, слава богу, и тоже форд-обзерверы, и на самом деле, но у них есть MSV-1, то есть они через свой дым теоретически могут во что-то пострелять, или просто во что-то там, в лампочку, без штрафов, просто по 12, поэтому, на самом деле, иметь быстрого специалиста хорошо, но, да, не надейтесь, что он кого-то сможет эффективно застрелить, а вот Динамо охранен тем, что он может действительно, как уже был сказано Кириллом, сделать вилку, подкинуть мину и просто заставить оппонента среагировать и получить шаблон, либо, там, заявить Дош, а Динамо дальше поедет и смоется. Мне подскажут, что такие вилки не очень эффективны, когда ты не кладешь ее там на 2-3 модели, а, ну, в наше время, с нашими столами, оппонент должен в линейку стоять, чтобы на него такую вилку положить, и тогда уж проще просто приехать и боргер-шатганом их смазать, ну, это типа, опять же, нормальный юнит, к сожалению, в Н3 он был совершенно неиграбельный, в Н4 вот он прям похорошел, можно пробовать, и рекомендую, рекомендую. Давайте от Динамо тогда перейдем к нашему очередному, скажем так, знаковому ключевому юниту Казак-спецназ. Казак-спецназ это легкая пехота или Трупс, Мув 4-4, 21-й класс комбат, 12-й баллистик, 12-я физика, 13-й вип, 2-й арм, 0-й БТС, 1 вунда. У него 2-й Маршал Артс, БС Атак Шок, Кураж, Маркс Мэншип и Стелс. Существует сколько-то разных интересных закачек, я думаю, стоит обратить внимание исключительно Heavy Machine Gun за полтора СВЦ 38 очков, который идет в комплекте с камуфляжем Mimiti's Minus 3 и Decoy'ем. Но также не стоит забывать о том, что у спецназа есть пара вариантов парашютист с Mimiti's Minus 3. Да, как и отметил Тимофей, одна из самых знаковых почти всегда играющихся не только в Таке, но и в Ваниле спецназовцем был Heavy Machine Gun за счет правила, за счет своих правил Mimiti's Minus 3 его можно мягко спрятать, за счет сюрприза можно убивать какие-то одиночные арматики Тейрботов, да и некоторые линкованные в принципе за счет того, что ты стреляешь не по 15, а у тебя есть модификаторы, ты можешь убивать определенные цели. В N4 мне кажется, он немножко подсдал не потому, что стал сам по себе хуже, а потому, что у всех вокруг встал тоже весьма неплохой баллистик, весьма неплохие модификаторы, все там в ринке стоят, еще и не всегда одновундовый, еще много иммунитишок появилось MVI-ных моделей, раздали иммунитишок, но он все очень неплохо стреляет, то есть в последний раз, когда я его использовал, мне пришлось его разменять, я вышел на линк не очень аккуратно, на линк китайцев, я не стал стрелять в хайдао, я, чтобы понизить количество членов в ринке, стрелял все линейную пехоту, убил ее успешно, к сожалению, не умер сам, но он выполнил свою роль. Если использовать его более аккуратно, он может окупиться гораздо лучше, чем убить просто обычную линейную пехоту, он может с легкостью подстреливать всякие торчащие вспомогательные цели. Это такой вспомогательный биток, который лично я обычно кладу во вторую группу, он мне слегка чем-то напоминает, может, не совсем корректное сравнение, но интрудера, то есть ему не нужно никуда особо идти, он может из деплой в деплой или из деплой в центр стола спокойненько пострелять на небольшое количество приказов и, в принципе, уйти в комок или лечь и остаться. Будоражит мое сознание спецназовец парашютист, периодически возникает желание его поводить, взять, то есть это возможность выйти близко, где оппонент покидает гранат или шоковых шаблонов, но кажется, что с этим справляются лучше скирмишеры и варбанды, которые есть в этом секторе, поэтому опция прикольная, не совсем компетентивная, хотите, поиграйте, в принципе, неплохо. Короче, настоящий шок это гранаты, ребята. Хотели бы когда-нибудь кидать шоковые гранаты, на самом деле я, короче, согласен с Кириллом и не согласен в то же время. Мне почему-то вот мой опыт игры на так сказал, что иногда просто необходимо иметь спецназа, потому что у вас в этой армии кроме как и скоро большое количество кубов покидать очень сложно, то есть у вас там есть ограниченный набор юнитов, в которых много кубов, и вот именно эти юниты вообще не очень, типа Ратника, типа Боже упаси Тангхантера с пулеметом или Василия Плющенко, и иногда возникают ситуации, что вывести, ну то есть вот что у меня бывает, я прибежал куда-то с собакой, там 8 приказов, она стоит уже у кого-то на лице и на нее смотрит там вставший или выдаджившийся какая-то неудобная модель, которая ее убьет и не даст ей там добраться один ход до лейтенанта. Это не такая же гипотетическая ситуация, типа это зачастую происходит. Вот вам надо эту модель снять, а чтобы ее снять вам нужно выходить линком, заканчивать свой ход скорее всего в диспозиции. И то не факт, что вообще можете в нее со своего фланга пострелять. Тогда у вас есть типа вот вторая модель, которая в такие модели стреляет там по 15, по 9, если они там без ковра в минусах и все такое. Прямо 10 из 10 очень круто. К тому же, мне кажется, спецназ просел из-за того, что нет критов, ну нет старых критов, а теперь крит не шотает, отдает 2 сейва, и он стал чуть менее летальным из-за этого. Но при этом все остальное, во что спецназ обычно стрелял, стало дооборот гораздо летальнее. То есть аров в линке в целом по игре вот по уровню силы выросло, теперь у многих вообще есть всякие МСВ-1, у многих есть МСВ-1, ну не у многих, не у некоторых, есть МСВ-1, МАКС, МАКС, или там две ВУНДЫ. В общем, Казак, мне кажется, хорош вот, чтобы ходить по фонарикам стрелять и отстреливать модели, которые плохо закончили свой ход, но хорошо защищены от Кора, потому что Кор, несмотря на то, что там есть ветеран-Казак, там все еще есть 4 бомжа. Вы этим Кором в центр идти не хотите ни при каких условиях, вообще ни у одной модели такой соло-убийца прийти, какую-то цель заснайпить, которая плохо стоит, по-моему, 10 из 10. К сожалению, он стоит почти 40 очков, но я вот склоняюсь, что, наверное, его надо брать. Был бы у него АП ХМГ, было бы вообще клево, но что если есть? Ну, собственно, да, мы сошлись с Алексеем во мнении, что это такой вспомогательный биток, который отщелкивает такие фонарики и всякие легкие цели, и который не тягает за собой весь линг, и да, действительно, не очень упомянули, что по фракции мало оружия такого тяжелого с большим количеством кубиков. Если у вас не будет казака-спецназовца или ветеран-казака, который погибли по каким-то обстоятельствам инфинитимом, очень сильно изгибаться и подстраивать других юнитов, которые имеют меньше количества кубиков, вам придется идти размениваться шаблонами или же стрелять какими-нибудь рифлами, марксминками, с машинганами, что у вас будет не так эффективно, как если бы у вас было хорошее оружие. Поэтому берегите казака, берегите ветерана-казака. КМГ ваш выбор. Вообще, вот, да, хорошая мысль. Мне кажется, это вообще проблема ряда, что просто стрелков с тяжелыми пушками и большим количеством кубов зачастую не хватает. Тут вам дают возможность такого стрелка взять, и грех ей не пользоваться, мне кажется. Кстати, про дистанника. Мне кажется, он нормально не палится в этой армии, потому что комков столько, что я просто не буду считать, есть у тебя там свободный слот или нет. Это может быть. Я вот играл, по-моему, Боргий Шатганом, нормальная тема. Рекомендую. Ну, по поводу дистанника, наверное, так это как раз одна из тех армий, где дистанник действительно может спрятаться. Стоит еще отметить, что сам по себе так, он неподготовленного игрока, который недавно начал, или, допустим, который ни разу сейчас стака может вообще поставить в ступор. Он будет крайне фрустраться от того, что увидит вас в столе от девяти комков, не будет знать, что там находиться, и может потратить весь выход, ничего и не сделав. Пользуйтесь этим. Давайте тогда перейдем, посмотрим на стрелков. Не тех стандартных стрелков, о которых все сейчас говорили, а юнити, которые называются Стрелокс. Казак Реконасенс Юнит. Это легкая пехота с спектрами Труппс, мувом 4-4, 11-м баллистиком, 11-й физикой, 13-м вип, первый армливой БТС. У них вшитые правила сюрприз-атак, хамуфляж и фору-деплоймент плюс 8. Также ммт из минус 3 и дикой и стас. Существует множество разных закатчиков. Знаковая для так, и доступная только в так, является Стрелок Майн Лэйер с бординг-шотганом, мины за пол-СВЦ 21 очко, с правилом дикой, который ставят на стол три камм-маркера, одним из которых является он, одним из которых мина и третий это дикой. Но, правда, я вам спешу напомнить, что так как дикой обязан повторять стейты и владельца, поэтому, если вам понадобится положить непосредственно самого Стрелка Майн Лэйера, то дикой тоже ляжет и мина сразу станет не очевидна, когда у вас хава 4 этих Стрелков, разбросанных по столу, но стильно более явной, скажем так, станет эта мина. И также стоит отметить, интересную закачку Стрелка с сабмашинганом, чейнкальт, мины и К9 антиподом, который имеет мув 6.6, 20-й класс комбат, 15-ю физику, такой же, разумеется, 4-дипломент плюс 8 и камуфляж, но при этом еще дождь плюс 2 дюйма, суперджамп, сенсор и возможность кинуть либо подраться от Ренчхаммера. Что можно сказать о Стрелках? По моему мнению, это такая звезда так, за счет своей невероятной кост-эффективности и за счет просто невозможной ави 4, то есть чаще всего ты наталкиваешься на мысль, что у тебя в каждом лесте их просто 4, их просто лимит. И они прекрасные. Всегда беру одного майн-лейера, одного флошника, часто беру двух майн-лейеров одного флошника, иногда брал Стрелка с К-9 антиподом и были даже хайлайты, когда я играл против экзекьютора и Стрелок с К-9 в другой группе, он смог пробежаться, мы играем против Дашат, он смог по вскрыть лягуху, вскрыть, если я правильно помню, NVI-ный есть скирмишер у Китая, у Зенчу, да, внезапно он убил Тренчхаммером лягуху, а потом вместе со своим хозяином антипод кинул Тренчхаммер в Женчу, с Женча не попал, ну, не в фейс-то-фейс со Стрелком ничего не произошло, а сама получила два сейва, умерла в дед. При этом собака посейвила все, это, конечно, инфинити-моменты, но он достаточно дешев, в целом, и может делать всякие прикольные вещи, учитывая, что у него есть и самошинган, и мины, и чинкор, и делать разные вилки в ближнем бою, может расположить шаблон, в принципе, весьма знаковый, клевый юнит, берите максимум, если можете, не берите максимум, если вы знаете, что вы делаете. Я скажу так, я определенно тоже беру вообще 4 в каждый ростер, буквально, то есть у меня даже 3 очень редко встречаются, только может быть на какие-то специфические миссии, просто потому, что я, например, смотрю на ссылков, как на на юницы, которые дают вам аро в центре, потому что у вас есть мины, куча комков, некоторые армии не могут мимо комков с шаблоном, комка, в котором может быть шаблон, они не могут мимо него пройти. Это, кстати, забавный баф, который получили ссылки в Н4, потому что раньше у них тоже у всех были борди-шотганы, а теперь эти борди-шотганы получили по шаблону и покупая майн-лейеры вы на самом деле покупаете за 21 очко 2 мины и дикой, что типа клево. Поэтому я беру 3 майн-лейера вообще в каждой росте, наверное, и может быть одного фуошника. Мне не очень нравится брать стрелков фуошников, потому что они, во-первых, палятся из-за того, что у них меньше комков, и потому что вот в Д8, на мой взгляд, это сильная проблема для специалиста, зачастую. То есть хочется ставить его прямо под консоль, в большинстве случаев. Поэтому я обычно беру одного скаута фуошника. Скаутов вообще не очень любят, насколько я понял, игроки зарядного, но мне что-то нравится. И еще важная модель, которую я хотел отметить, это обычный чел за 16 очков с машинганом. Вот это прям настоящий чирлидер, который вообще ничего не сделает, может быть, но за 16 очков вам ничего и не надо. Он дает 2 комка, дает шаблон, лежит, пердит, и если надо, может с машингана в кого-то подстрелять. А по поводу собаки с машинганом, собака с машин... Ну, увольте, короче. С машинган с собакой. Короче, я его вообще никогда не использую, потому что я беру Кармен Джонс. И мне кажется, здесь выбор либо то, либо это. То есть вам надо будет... Когда мы будем говорить о Кармен Джонс, мы об этом еще вспомним, но они, в общем-то, делают одно и то же, на мой взгляд. И я вот просто предпочитаю Кармен. В принципе, согласен со всем, что сказал Алексей. Я хотел еще немножко добавить о том, что лично у меня стрелок не страдал от FD8 плюс 8. Ему было вполне себе достаточно. Это первое. Второе. Я опустил закачку Т2 Марксменки. Она будоражит сознание тем, что это Т2 боеприпас. И если вы сможете поставить Т2 Марксмена в определенную ситуацию, то он может кого-нибудь убить. Но не скажу, что это компетитивопыция. Она прикольная. Помните о ней. Согласен с тем, что за 16 очков стрелок очень хорош. У меня были ситуации, когда я брал просто него, а потом шел и разменивался либо шаблоном, либо ищи оппонент тот же просто с Машингана. И, наверное, одну недокументированную фишку, которая, может быть, для кого-то кажется новой. Хочу заметить, что так, за счет стрелков, может в определенной степени контрить вражеских имперсонаторов. Почему? Потому что вы можете даже в чистом поле поставить из резерва стрелка мейн-лейера, и имперсонатор не может выйти из окружения кама-маркеров, потому что не может подходить к ним в БТБ. Если ситуация такова, что эти камки некому еще как-то дискаверить и убивать, то имперсонатор ничего не сделает. Он будет вынужден сказать «дискавер», у него тут же скрывается мина, и если вы хотите, вы можете тут же скрыться стрелком, положить на него шаблон, или выстрелить из дробовика, и появится вилка из мины плюс шаблон. Вот такие вот интересные штуки есть. От стрелков переходим к варкорам. Кирилл, вы уважаете варкор? Я, безусловно, уважаю варкоров, и я уважаю их настолько сильно, что берегу и не беру свои растера. Но я не уверен, мне кажется. Тимофей, как вы думаете, это уважение? Я считаю, что это безусловное уважение, но только если это обосновано. Согласен. А вот по какой причине? По какой причине? Я не беру варкоров в растера, потому что мне кажется, что в таки достаточно дешевых чирлидеров, чтобы не удешевлять какую-то регулярную модель до ирега с флешпульсом. Это первое. А во-вторых, вы часто будете брать и так достаточное количество ирегов, которые будут полезны, и вы при этом не захотите увеличивать это количество ирегов, потому что потом у вас увеличится тратка команд токенов от этого. Мне вообще кажется, большое количество ирегов это небольшая проблема для така. Здесь хочется и 4, и 5 брать, а я вот не могу себе позволить больше 3, потому что появляются ситуации, когда команд токенов реально не хватает. Поэтому, может быть, Воронин чуть интереснее здесь, чем хотя и ваниль примерно такой же. Не знаю, если любите ирегов, берите вородины, так сказать. Но варкоры брать, наверное, не надо. Реально убьют еще, а потом кто-то не подумает, что вы варкоров не уважаете. Ну, сами понимаете, как это бывает. Все так, все так. От варкора переходим к вардрайверу. Это уже несколько раз упомянутый наш единственный хакер в Ариадне. Напомню просто, что у него единственный общий хакер в Ариадне. Разумеется, не включая всяких там Изабелей, Макгрегоров и прочие нечить. Это стандартная легкая пехота с мулом 4.4, 11-й баллистик, 13-й VIP, 3-й БТС. Есть две закачки, либо хакер без хакинг-девайса, но с программкой Zero Pain за 12 очков с бординг-шотганом, либо хакер с полноценным хакинг-девайсом за 1 СВЦ 14 очков. Конкретно в этой армии, опять же, как и в любой реадне, только под контрмеры или, может быть, еще или что-нибудь? Ну, я считаю, что только под контрмеры. Ну, что и следовало ожидать. Давайте тогда перейдем к танк-хантерам. Танк-хантеры это средняя пехота или трупс, мув 4.4, 12-й баллистик, 12-я физика, 14-й вип, стоит отметить, 3-й арм, 0-й БТС, 1 бунда. Сюрприз атак минус 3, камуфляж, кураж, меметизм, минус 3, стелс. Существует возможность, это, по-моему, да, первая возможность взять камуфляжного лейтенанта, который мы пока дошли за 28 очков, чинов команд за 33 очка, ну, либо разные варианты с АПХМГ, но мы уже поняли, что спецназ лучше, автопушка или миссо-лаунчер, но это за 38-33 очка, соответственно, вот берешь ли ты их за такие деньги? Хочу сказать, что чаще всего нет, и на это есть ряд причин. Причина номер, наверное, ноль, они немножко понерфились при переходе в новый сезон, потому что теперь у нас в сезоне медиум инфантрии нет ПДП-4, и теперь стоят в диплойке, что не всегда полезно, не всегда удобно. Раньше они могли выбирать какой-то необычный угол для стрельбы. Вторая причина. Для того, чтобы пострелять с АПХМГ вам хочется ветеран-казака. За 38 очков Тангхантера очень маловероятно. Портабл автокэнон активный ход всего 2 кубика тоже не очень, месла 1 кубик непонятно. Что насчет АРО? Для АРО это слишком дорогая модель, которая не сказать, что прям суперсильно стреляет. То есть это такой, можно сказать, гиммик, если вам сильно хочется, и я это использовал. Когда-то я брал Тангхантер смеслой одного. Иногда я задумывался над Тангхантером во время игры, но чаще всего это были какие-то единичные случаи, когда бы он подошел, а в каждый лист или даже не в каждый третий лист я бы его взял в принципе. Такие дела. А вот чейнов команд, например, под Воронина, или это уже слишком дорого, наверное, все-таки отдавать, получается, 58 очков за такого лейтенанта? Ну, как я и говорил, на Воронине, собственно, да, действительно, это очень дорого просто покупать чейнов команд, причем, как бы, он сам по себе немножко бестолковый, то есть, это Апори Фла, Дизи Флаунчер, Апой Мины, так сказать, не везде пригодится в хозяйстве. Вот. Если вам так сильно хочется лейтенанта Саевова, может быть, вы возьмете Тангхантера за 28 очков, лейта, но лично мне в этой стезе больше нравится Василий, именно Тангхантер, и поэтому я не беру Тангхантера, лейтенанта. А в целом, довольно прикольный юнит, если вы готовы немножко пожертвовать компетитивностью, чтобы получить забавный инфинити момент, когда под шаблоном Меслы умрет просто все, типа, good welcome. Короче, я, кстати, вообще не согласен насчет лейтенанта, насчет Меслы, наверное, согласен, но насчет лейтенанта вообще нет. Мне кажется, ну, короче, есть миссии, где вы хотите иметь лейтенанта в комке, например, Decapitation, Firefight, Annihilation, может быть. И у вас, на самом деле, на мой взгляд, есть только две, типа, две модели, которые могут быть лейтенантами в комке, и это определенно не Воронин, не Воронин, а не Плющенко, по-моему, Плющенко просто отстой. Мы сейчас о нем еще поговорим. И у вас есть опция, вы можете взять Тангхантера с 14 випом и третьим армором в комке, который сидит у вас в диплойке. Либо вы можете взять скаута лейтенанта с 13 випом за, по-моему, на два очка дороже он стоит, и запихнуть его на вершину какого-то здания, на одну очку дороже. И запихнуть на вершину какого-то здания по инфильтрации, что-нибудь такое. И вот, по-моему, это две самые валидные опции лейтенанта на Decap, а это иногда очень важно. Некоторые армии даже одного лейтенанта в комке взять не могут, поэтому иметь выбор аж из трех, в моем случае из двух, неплохой, неплохой вариант. Ну и не стоит, конечно же, забывать о Portable Auto Cannon. Как бы, если когда-нибудь хотите взять что-нибудь некомпетитивное, возьмите Portable Auto Cannon. На самом деле, мы с другом смотрели математику, и иной раз выстрелить 12-м баллистиком 2 куба из Auto Cannon лучше, чем стрелять Speedfire на каких-нибудь весовых дистанциях. Просто потому, что если вы разочек попадете, модель умрет. Но 38 очков это абсурдные деньги. Может быть, когда-нибудь Uncounter немного подкрутят, ну какой-то прикол, тогда они станут гораздо лучше. Сейчас, к сожалению, ну типа, Auto Cannon не очень крутое оружие, хотя очень хочется. Да, согласен с Алексеем в плане того, что опции смыслой Portable Auto Cannon кажется, как-то сказать, очень подходящими этой фракцией, очень такими бэковыми, ламповыми, но на деле чаще всего это не выгорает, а за такую стоимость и брать не хочется. Ну, с мнением про лейтенанта, думаю, согласен, а Вася мне нравится просто по другим причинам, которые мы сейчас, наверное, обсудим. Да, единственное, что я хотел сказать, такое ощущение, что про Танхантеров немного забыли. То есть, некоторые юниты улучшились в таке, а некоторые вообще не изменились, хотя вот, ну типа, почему этот чувак стоит 30 очков, даже, ну там, 28 самый дешевый, я не совсем понимаю. Такое ощущение, что бездумно переносили правила, не переделывая их под новые реалии, и типа, Танхантеров немножко позабыли. Очень грустно, много таких юнитов, и, к сожалению, даже в этой армии такой юнит есть. Ну, здесь он разделил немножко судьбу ОСС, он перешел лучше, но в ОСС тоже есть юниты, которые забыты. Ну, Танхантер один из них. Что, давайте дальше. Да, и как раз переходим к нашему Василию Плющенко, именному, в общем-то, Танхантеру. Это средняя пехота, тоже, тоже с мувом 4-4, персонаж, с 13-м баллистиком, 12-й физикой, 14-м випом, 3-м армором, без БТС, с одной вундой, тоже в камуфляже, но в этот раз еще с дикоем и с догеном. У Василия есть вариант либо Т2 Марксман, Акрилат Кэнон, либо Т2 Снайпер. В каждой закачке есть вариант Дэчерджа и Хэви Пистолет. И, в общем-то, две опции. Чейнов Команд с любым оружием на выбор, либо Лейтенант одновременно Форд Обзервер с любым оружием на выбор. То есть, он у нас всегда специалист во всех миссиях. И давайте я сразу скажу от себя, то, что я им играл, когда пробовал играть за ванильную Ариадну в лиге Ваулов ТТС. И там мне в целом на самом деле нравился Василий Лейтенант с Т2 Марксман. Иногда он тратил свой лейтенантский приказ и вполне спокойно мог там тремя кубиками по 13-му хорошему баллистику что-нибудь убить. Если он во что-то попадает из Марксманки. Да, 13-й дамаг на Марксманке это не очень здорово, но это все еще крайне неплохой атакующий. Он из хэби-пистолета у меня кого-то даже убивал. И просто шел вперед кнопки нажимал. И в целом опция неплохая, но 36 очей и, наверное, именно в таке места ему действительно нет. В целом согласен с Тимофеем. Мне тоже нравится Т2 именно Марксман. Чаще всего как это выглядит для меня. Это как раз таки опция наиболее защищенного лейтенанта лучше, чем Тангхантер, потому что у него есть дикой. И были ситуации, когда Вася залезал куда-нибудь в диплое и своим дикоем перекрывал единственный вход в эту комнату, что блокировало в принципе любые посягательства на его драгоценную жизнь. Да, он прекрасно подходит для такого лейтгеймного скирмиша, потому что когда у вас вы друг друга потрепали, у вас осталось мало тяжелого оружия, он задопил свой приказ лейтенантский, может пойти нажать точку или пойти склеить, пойти пострелять, что-нибудь еще сделать, когда он уже не важен. Но я действительно согласен, за такие опции, за модель, которая лежит всю игру в диплое и мало что делает, вы платите очень много. Именно по этой причине чаще всего в моих листах вы увидите либо обычную линейку лейтенанта, либо Воронина максимум, и не Чайника, не лейтенанта Василия. Только на спецмиссии моя личная преференция защита лейтенанта именно Василия. Короче, тоже брал, тоже в конце использовал, никогда он ничего не делал и просто бессвязно либо умирал, либо не мог дойти на последний приказ ни в кого пострелять. КД, по-моему, это ужасная переплата, то есть просто дикая. Тоже скаут-лейтенант в такой же ситуации, типа, он может быть где-нибудь ближе к врагу и там уже, ну я даже не знаю, ну типа, вы почти никогда не будете ходить лейтенантом ни в кого стрелять, а это лейтенант за 40 очков, который не ходит и ни в кого не стреляет. Ну типа, зачем он вам? Согласен насчет дикоя, дикоя действительно делает его чуть более выживательным, но если мы сравним, то есть если вы берете его только по причине дикоя, вы платите за дикоя типа 8 очков? Не уверен, что это то, что вы хотите делать. С другой стороны, армия достаточно дешевая, можно сообразить, но вам придется жертвовать прикольными другими юнитами, чтобы его взять, и я не готов. В моем понимании он достаточно хороший. Я еще поиграю, но пока мне он совершенно не нравится вообще ни в каком виде. От Василия перейдем к... Закончим с нашей средней пехоты, собственно, у нас их всего лишь две было, и перейдем к нашей единственной нелинкующей тяжелой пехоте, это Ратник. Армата 2, проект Ратник, если быть точным. Это, как же было сказано, тяжелая пехота, Headquarter Troops, хакабл, внезапно, с мувом 4-4, и... А, с мувом 4-4 только в одном из двух профилей, потому что есть правило Transmutation W. То есть у него в первом профиле, в сильном профиле, скажем так, 16-й класс комбо, 13-й баллистик, 14-я физика, 13-й VIP, 6-й арм, 3-й БТС, и одна вонда, после потери которой он попадает во второй профиль, в котором у него деградирует мув до 4-2, класс комбо до 14-го, баллистик до 12-го, физика до 13-й, VIP хотя бы остался, окей, армор падает с 6-ти до 4-х, и БТС с 3-х до 0-ля, и уже получая вонду во втором профиле, у него будет шанс уйти также и в догет, в любом случае он имеет правило Кураж, шо комьюнити, и доджит почему-то только по 9-й физике, вне зависимости от профиля. В эквипменте у него есть деактиватор, ух ты, мне казалось, их убрали из инфинити, окей, забудьте, эта штука не существует, у него есть два профиля, АП спидфайр плюс 1 берст, панцерфауст плюс берст, и фламеншпир плюс берст, с АП хэви пистолетом тренчхаммером за 50 очков полтора СВЦ, либо хэви рокет лаунчер плюс берст хэви шотган, хэви пистолет тренчхаммер, за полтора СВЦ 47 очков. Что можно сказать о Ратнике? Это опять-таки очень клево концептуально выглядящий юнит, который кажется таким аутентичным вот в этой фракции, которым было прикольно поиграть. В прошлой редакции он был совсем плох. В этой редакции он если положить руку на сердце все еще плохо, в том числе из-за своей стоимости, но хочется верить и теплиться небольшая надежда на то, что профили с АП-спитфайером и Панзерфаустом что-то да смогут сделать. В этом виде мне кажется, что он выполняет некую вспомогательную роль битка, который пойдет вместо линка первый ход кого-то постреляет, может быть там останется, отплюнется Панзерфаустом и Флейминшпирами и как-то так. Но это довольно скажем так липкое оправдание его присутствия в листе, но очень хотелось бы, но лучше не надо брать. Он у вас скорее всего будет, потому что вы в любом случае покупаете стартер, экшн-парк, парк, пак. Возможно, вы захотите им поиграть, возможно, он у вас будет что-то делать, но будут ситуации, когда он не сможет никого победить в активный ход вы потратите приказы и будете очень грустны. В принципе, вот что можно сказать по практике. Еще он хакабл, кстати. В армии где нет киллер-хакеров. То есть, видимо, кто-то подумал, что он будет слишком жестким, если он будет ухакабл, не знаю. Короче, я вижу только одно применение, это взять его как хэдкотер с труп, чтобы скорить зону, не зону, а комнату в паникруме. И, скорее всего, речь идет про ХРЛ, потому что он дешевый, потому что у него есть хэви-шатган с шаблонами, и потому что он влазит в паникрум своим телом и скорит его. Если вы подумаете, в этой армии и так достаточно, хотя, может быть, и не так достаточно на самом деле. Здесь ни один другой персонаж, которого вы берете, почти никогда не хочет оказаться в комнате, но придется. То есть, я могу представить, что комнату скорит только Кармен, и, может быть, вот, ратник. И, возможно, этого будет достаточно. Третья модель может быть лейтенантом в камке на третий ход. Да, к сожалению, в этой армии персонажи не настолько хороши, чтобы брать их так или иначе, они еще и зону вам поскорят. Поэтому, возможно, тогда вы будете брать ратника. Но, да, 13-й баллистик и там 3 куба или даже 5 кубов ничего вам еще не гарантируют. Хорошо, хоть у этой армии нет проблем с АП-оружием, как у многих. Ставлю пару копеек по поводу деактиватора, поскольку по поводу ратника этому говорить больше нечего. А про деактиватора я сейчас внезапно почитал, и у него обнаружилась одна любопытная особенность. Это оружие, которое до 8 дюймов стреляет по плюс 6, но, напоминаю, что если вы вошли в 8 дюймов к вражеской мине, то она уже взорвалась, а вражеский репитер то вас уже взломали, потому что вы чертов хакобильный ратник. От 8 до 16 плюс 3 к вашему випу. И вы можете, посмотрев на любой вражеский эквипмент, включая мины и так далее, выстрелить в него этим техническим оружием, то есть по вип плюс 3, например, до 16 дюймов, то есть по 16, игнорируя все спешл скиллы и кавер. То есть игнорируя мимитизмин, кавер и так далее. И может быть в каких-то ситуациях это вам поможет выключить какой-нибудь вражеский девайс, но да. Раньше была забавная интеракция с деактиватором. Можно было воровать у комбайна и олефа нитроды и метрона, потому что они были эквипом. Сейчас они легкая пехота, и тем более воевали за вас, поэтому так просто не украсть. Напомню, что воровать можно было исключительно правило майнсвипер, которым обладали багажники, а деактиватор их выключал, как и мины, и то он просто убирал со стола, как мины и прочее, как и раньше, собственно. И деактиватор и уратник. Короче, я думаю, плюхнуть в нее шаблоном или поставить спидфайра будет лучше, поэтому давайте проигнорируем это. Мне это напомнило ситуацию, когда во втором, а нет, в самом нашем первом выпуске я всерьез рассуждал, что можно деактиватором с пчелы за свои приказы мины, типа, отключать, но нет, этого никогда не произойдет. Буквально никогда. Просто забудьте об этом. Да, отключал мины только доджом пчелы. Проверяйте. Типа того, да. От тратника перейдем к скаутам. Скауты это наши в общем-то классические инфильтраторы с кирмиширы или трупс, кстати, что важно заметить. С мувом 4-4, 15-м класскоматом, 12-м баллистиком, 13-й ПХО и 13-й ВИП, первый арм нулевой БТС, полноценная инфильтрация, полноценный набор камуфляжника, но помимо всего прочего у них вшитое правило БС-атак-шок и террайн-тотал. Это практически на все случаи жизни, как и лейтенант уже упомянутый за 29 очков, так и форд-обзервер, майн-лэйр и стоит отметить, что у всех вот этих скажем так важных и самых частых закатчик из оружия дочерджи, мины у всех и оружие охотник, которое скажем так вряд ли вы когда-либо еще где-либо увидите, которое обладает крайне интересными дистанциями. Это два выстрела бронебойным вармор с 14 дамагом и плюсы от 8 до 32 и нули от 32 до 40. Ну, просто приятно помнить, что есть такая условно-дальнобойная интересная опция. Охотник вообще-то. Охотник. Это кстати, он раньше был через букву J, поскольку испанская, но теперь это исправили на H. Блин, действительно, слушайте, я никогда не обращал внимания. Ну все, 10-10 юнит. Наконец-то нормальные охотники. Что можно сказать о скауте? Я воспринимаю его в принципе как стрелка, но подороже, который теряет дикой, но получает взамен более надежную инфильтрацию, которая позволяет им начать как можно больше концов и потратить приказы на передвижение. Он при этом элит-трупс, а не спец-трейни-трупс как стрелки и имеет довольно интересное оружие в плане охотника. То есть вы можете использовать скаутов по-разному. Вы можете использовать его как некий такой аро-юнит, который 8-32 в плюсах стреляет АП-шоковыми пульками и ставит мину. Можете использовать его как плошника, чтобы нажать консоль и, например, взорвать консоль дичерджом. Или же вы можете просто использовать скаута с бординг-шотганом как такую живую АП, живую мину, которая стоит, кого-нибудь может плюнуть бординг-шотганом, а потом пойти тоже разменяться и положить шаблон. Ой, положить мину. Собственно, у всех, насколько я вижу, есть какие-то мины. То есть это всегда приятно, если у вас остались какие-то лишние приказы, осложнить жизнь оппоненту миной. Не стоит забывать про ЕМ-мину. Она раньше была еще на мейн-лееры, но сейчас нету, очень жаль. Брать отдельную закачку только с ЕМ-минами не вижу смысла. Чаще всего я бы взял какую-нибудь спецмиссию одного ФОшника, или если бы захотел ОРО, взял бы одного мейн-леера. Это лично мои преференции. Я бы, если честно, сказал, что я огромный фанат скаутов по абсолютно неясной мне причине, потому что на самом деле 30 очков за модель, вот, которой статы только на единичку в плюс отличаются от кого-нибудь шассера, а, единичку баллистика, отличаются от кого-нибудь шассера, по-моему, типа не круто. И скауты определенно очень дорогие. Но, так как у вас есть огромное количество дешевых, абсолютно бесполезных на самом деле комков, вы можете спокойно брать одного скаута, класть его, его почти никогда не найдут, не упадут. И я вот, как уже говорил, предпочитаю брать скаута именно на роль элитного комка, чувака, который никогда не будет стоять на РО, который будет идти делать какие-то важные цели, достигать каких-то важных целей, скажем так. Моя личная, домашняя, любимая модель это бординг-шотган с штоковым, в общем-то, бординг-шотганом. Там будет от меня ростер в конце, очень смешной, я на деле расскажу, как я их использую, но мне очень нравится возможность взять такого относительно дешевого чувака в сравнении с другими, который при этом может всякие новые модели просто шаблонить беспричинно. Не забывайте, что сюрприз-атака теперь работает на выстрел шаблоном. И на самом деле мне достаточно импонирует АП-снайпер, мне кажется, я точно играл в одной игре, может быть, даже двух, и он типа неплохой, но это немножко выступает в такой противоречии с вашим обычным подходом к комкам, вы не хотите ваши комки ставить типа на РО, просто потому что их либо проигнорируют, либо убьют. Вы хотите, чтобы ваши комки были на земле, чтобы они все маскировались под мины, а скаута где-нибудь на вершине здания в проне специалисты недалеко от консоль, что-нибудь такое. То есть у вас есть определенное распределение, какими комками вы готовы жертвовать, и определенным не скаутом, а с каким-нибудь стрелком. И так как стрелков у вас атак 4, скаут вообще всегда себя комфортно чувствует. Люблю скаутов, не могу ничего поделать. У меня был прецедент, когда я взял скаута в лист на роль такого оро отложенного. Что я имею ввиду? Я знал более-менее, что мой оппонент ни разу не случался с стаком, и у меня было достаточное количество стрелков, как во всем, в любых листах. И скаут стоял и смотрел на проход, в котором ориентировочно пошел блинк, и ничего не говорил, пока двигались основные пивки и блинки. В какой-то момент он вскрылся и убил парамедика линейную пехоту китайскую. Просто попал в нее из своего охотника 14-шоковым боеприпасом. Чем подпортил жизнь, заставил смещаться назад, брать запасную модель в линк, идти заново, и вообще тратить стрельбу на скаута еще раз, потому что он стоит за 3-9 земель с лимитикой в ковре, и замечательно. Скаута переходим к Павлу Алексею Макманусу, спецгруппа Г. Это Скир Мишер, как и скаут, персонаж с мовом 4-4, 23-м класс комбатом, 2-м Маршал Артс, полноценного набора камуфляжника, но при этом 4-деплайн плюс 8 вместо инфильтрации, Берсерк, Нейчером Бор Вориор, Френди, Террейн Тотал, Спешлист Оператив, Стелс, у него 12-й баллистик, 13-я физика, 13-й вип, перваром 0-й БТС. Существует единственная закачка, охотник, чейн-кольт, мины, пистолет Т-2 ЦЦВ за 32 очка. Сразу хочу отметить то, что, напоминаю, как работает в Френди, то, что в конце того хода, в котором вы наносили вунды, вы станете импетусным и потеряете возможность быть каму-маркером. Кто хочет сказать про Павла? Он противоречивый. Его набор способностей намекает на Монотон, что он хочет и подраться в ближнем бою, но стоит дорого. У него есть Берсерк, то есть, это возможность разменяться с кем-нибудь, но стоит опять-таки дорого, и с кем-то хочешь размениваться настолько дорогим, чтобы жертвовать такую вещь. У него охотник и 12-й баллистик и камуфляж, но какой дорогой модель ходить и стрелять издалека не хочется. У него есть Чинкольт, который тоже разменивается, но у него, насколько я вижу, нет НВИ и не догида, то есть, он не может сильно попортить жизнь оппонента. Единственное, во что я его вижу, это такой дорогой вариант скаута, который умеет подраться и нажать на точку и сделать какой-нибудь специфический классифайд для характера, который, в принципе, скаут тоже сделает, потому что он элитный. Я, в частности, насколько я помню, я планировал его брать на какие-то миссии по развиванию консоли, потому что Т2, ЦВ, насколько я помню, антиматериал, и он весьма уверенно своим 23-м ЦВ, своими бонусами разбивает ее за определенное количество приказов, и он может до нее, условно говоря, дойти, находясь в камам-маркере. Очень неустойчиво у него состояние для меня в секторе, то есть вообще без него можно обойтись. Консоль можно разбить, не знаю, прибежав в арбанной Ирмандиньо и разбив ее в Ц, прийти к каким-нибудь инженерам, заложить дичардж, скаутам. У многих есть дичарджи, если не у всех. Макманус мне нравится, но он, мне кажется, слишком дорогой и противоречивый, чтобы его использовать и брать в каждый лист. мое мнение. Короче, мне кажется, что Макманус это полный кринж. Никого вы, ну типа, никогда вы никого не будете в Класс-комате бить, скорее всего. Ницца, что он действительно прикольно может сделать, он может на первую половину в Камке выйти, его типа дескаверят, он ничего не делает на вторую и потом просто берсеркает кого-то. Ну, типа, это какая-то хрень. В этой армии, в общем-то, нет проблем с Мили, если мы учитываем Догворьеров и Кармен, поэтому зачастую вам просто не надо никого в Класс-комате убивать. У каждого, как уже, мы видели только, что на экране, у каждого скаута есть дичардж, скауты дешевле, у них нормальные инфильтра, а не ПД-2. То есть, нафига вообще брать его вместо скаута непонятно, они даже, по-моему, не одну и ту же роль выполняют. И при этом у Павла есть в бренде. Если вы когда-нибудь в кого-нибудь постреляете 2 куба 12 баллистиком и вам повезет его убить, без шок, без так шок, вот, ничего такого, то он при этом не сможет уходить обратно в комок. Это 32-очковая модель с одной вундой в центре стола, которая не может браться в комок. Полный бред. Единственная ситуация, когда я могу представить, что его можно взять, это на уже упомянутый паникрум, потому что это чера, который может скорить, ну, типа он какой-то там персонал, может скорить хату. Но даже вратник, мне кажется, лучше с этим справиться, нежели он. Поэтому просто забудьте о нем. Минька клевая, но, к сожалению, он абсолютно бесполезен. Я не знаю, на чем им играть. Да, как Essential персонал, я думаю, подойдет. В принципе, согласен, что он занимает одну и ту же роль со скаутом, делает дорого и хуже. Причем, как бы, фишка в том, что постреляв в кого-нибудь, вы можете ему, например, снести просто вунду, стать импетестом, и ничего особо-то и не сделав оппоненту. Вот. Такая проблема у него есть. Он противоречивый, и он от этого плох. Я, на самом деле, наоборот сказал, что он ни одну и ту же роль занимает. Я, честно говоря, не совсем понимаю, какую роль он должен занимать. Наверное, должен скаута заменять, но скаут просто, типа, лучше во всем. Поэтому, да, забудьте о нем, и давайте дальше. Переходим к антипот ассалтпаку. Антипот ассалтпак это такой составной юнит из контроллера, который тоже, кстати, классифицируется как варбанда, но не суть. Мув 4.4, 11-й баллистик, рифла, дымовой гранатомет. Сидит дома, не отсвечивает, но генерирует регулярный приказ и тактика лаварность. И по правилу переферал контрол вместе с нашим ассалтпак контроллером у нас есть три антипода. Каждый антипод имеет мув 6.6, 20-й класс комбот, нулевой баллистик, 15-я физика, 13-й вип, без армора, без БТС, одна вунда. Но у них у всех есть полноценный камуфляж, додж плюс 2 дюйма, сенсор и суперджамп. И также террайн джангл, мало ли, вдруг поможет. Из оружия только исключительно АП, ЦЦВ. У них есть тренчхаммер, ничего такого нет, к сожалению. Всегда нужно прийти в ближний бой. Значит, в чем главная проблема антипода салтпака, сразу скажу. Вот, из-за правила переферал контрол теперь в текущей редакции вы должны всегда выбрать спирхеда, чтобы спирхед что-то делал. То есть, во-первых, вы заранее всегда выбираете того, кто будет бить в ближнем бою, например. Во-вторых, вы, если заявляете какое-либо действие, вскрывающее только как бы главную модель, которая будет что-то делать, все остальные тоже вскроются из-за каму маркеров, потому что все одно и то же действие заявили. Просто только контролер его делать будет. Как тот же удар в ближнем бою и так далее. То есть, заходить в ЦЦ только одним антиподом невыгодно абсолютно. Также напоминаю, что если у вас внезапно по какой-либо причине умер контролер, а, исчез со стола. Недавно было, недавно люди заметили, что нет такого состояния, как отмена спирхед маркера. То есть, если антипод внезапно упал в unconscious, он как бы все еще спирхед, как бы все еще на столе, и поэтому кегеренция до него как бы все еще соблюдается, и остальные не выключаются. Но если антипод умрет в дед, то пока не начнется ваш следующий ход, и пока вы не потратите свой целый приказ, потому что отмена состояния дисконнект происходит только в конце приказа, вы их обратно не включите. Ну вот, как-то так. Стоит это все добро 27 очков. Я как-то, я в них не верю. Третьи редакции были прикольные, сейчас какие-то очень плохие. Я не согласен, что они были прикольные. У них было прикольно правильно, что они убегали. Сейчас они вроде как попытались их улучшить, но... То есть они сейчас стали работать как куклы, по сути, у Питмастера. Стали они от этого лучше? Нет. Могут ли они что-то сделать на столе? Нет. Могут ли они положить бесплатный дым? Есть опции лучше, которые делают это гораздо надежнее. За таковар покупать смог-гранатомет за 27 очков с таковаром это, мне кажется, расточительство. У нас есть опции, до которых мы дойдем лучше, которые делают все просто прекрасно, шикарно, и антиподы в принципе не нужны. Они даже убить... Для того, чтобы кого-то убить, им нужно втроем забежать в кого-то в С, и что это за модель такая? Тебе нужно протащить их через весь стол, чтобы они это сделали. Консоль сломать они не могут, их АП-Ц-Ц-В. Я думаю, они не нужны. Короче, я со многим не согласен. В N3 они не были прикольными, они были непонятными, потому что никто до конца не понимал, как работает правило антипод. Оно было очень коряво написано, не совсем было ясно, зачем в этом армии правили существовали спирхэд, но, короче, юнит был абсолютно непонятный, но при этом антиподы были достаточно эффективными, и они все еще эффективны. Теперь они... Я не уверен, занимали ли они два слота в предыдущей версии, по-моему, да, то есть там был отдельно, как бы, контроллер, отдельно сам пак, теперь с пака забрали его и рек, и дали вместо этого тактика лаварнес, пак не может быть импетусным, и не будет отступать. Мне кажется, они стали определенно лучше, а главное, понятнее, хотя бы можно играть. Могут они что-то убить? Определенно могут, и к тому же не стоит забывать, что три антипода дают вам зону сенсора на полкарты, очень может пригодиться в некоторых миссиях. Стал бы я им играть? Не знаю, думаю, что нет. Мне кажется, что, как сказать, это прикольный юнит, определенно, и на самом деле, даже потеряв всех собак, у вас будет девочка, которая тактика лаварнес может самоком кидаться, но вы, скорее всего, так делать не будете, но может быть. Но при этом, вы жертвуете тем, что вы не берете какой-то другой, более клевый юнит. Я предпочитаю этим ребятам второго дог-вориера, почти всегда, когда я беру типа одного дог-вориера, я всегда думаю о втором. Но при этом антиподы, они немного другой цели служат. Мне кажется, можно их брать. Вот, я скажу так. Если вам нравятся здоровенные собаки, это вот ваш выбор. Проблема в том, что они стоят, типа, как так, в рублях. И купить просто одну пачку антиподов, это очень дорого. Поэтому не уверен, что мы их часто будем видеть на столах, тем не менее, им определенный есть какое-то использование. Не то, что, например, Павлу Макманусу, которого вообще почти никогда не увидим. Антиподы гораздо более играбельны, на мой взгляд, и даже в ИТС им найдется место, если подумать об этом. Залететь тагу тремя антиподами в ЦЦ, это может быть такая финишная, потому что никогда оттуда не выберется просто. Ну и будем откровен, только тагу вы можете втроем окружить такое. Кстати, не забывайте, что когда у вас антипод находится в разных лос-комбатах и атакуют в ЦЦ, каждый из них атакует отдельно в своем клост-комбате. Это очень важно и может быть прикольно. Это не синхронизм, это периферал контрол, нет, бьет только спирхед. Эээ, фак ми. Ну, окей, да, значит, я перепутал эту... Блин, сколько же больная модель Химера. Химера, господин, сколько же больная. Видите, у меня уже мозг поплыл просто. Короче, антиподы норм, мне кажется, надо... Можно пробовать, надо брать иногда. Сам не буду. Да. Давайте тогда перейдем к Кармен Джонс, нашему, так сказать, наемническому байкеру. Но при этом почему-то по какой-то причине оказавшемуся вот так, я даже не знаю, зачем ее сюда запихнули, поскольку она есть только здесь и, если ошибаюсь, в раме и больше нигде. Да? Да, но она цариадная. Вообще, она, типа, наемник цариадный, почему бы ей не быть в таке? Наверное, я не знаю ее конкретно бэк, по-моему, она что-то имеет общее с Романдиния. И она, типа, тоже какой-то там бандит, я их, хз. Но в таке норм, она родом цариадная, и обратите внимание, у нее нет куба, все как бы как у людей. Ну, ладно. Она просто выглядит как, извините, юнит из Юсарфа, с кавер Кармен Джонсон Баттарт, и I don't account to no man, как ее девиз, поэтому, очень странно. Ну, не суть. Это варбанда, иррегулярная, импетусная, персонаж, с мувом, на мотоцикле, 8-4, пешком 4-4, 22-й, класс комбат, 11-й, баллистик, 13-я физика, 13-й, первым армом нулевой БТС, у нее на мотоцикле появляется дымовой гранатомет, а в целом у нее второй Маршал Артс, Бути, Кураж, Додж, плюс 2 дюйма на мотоцикле, плюс 1 дюйма пешком, Нейчером Боруаруар, Догет, единственный профиль за 17 очков, у нее чейн рифла со вторым бюрстом, дымовые обычные гранаты, хавей-пистолет плюс бюрст, дабл экшен ЦЦВ, и еще в придачу Батарт, а Батарт это, кстати, именной пёс Керактор, это перифервал синхронейс, который по типу Керактор, то есть он тоже может сделать какие-то карточки связанные с этим, у него ЦЦ Атак Шок вшитый, 22-й Класс Комбат, Тренчхаймер, АПЦЦВ, Догет, сенсор, стандартный собачий в общем набор, мимитизм, кстати, минус 3 есть, что тоже в целом необычно для собаки. Что может это Кармен? Это отличный наёмник, я по каким-то странным причинам не очень люблю её, но я не могу отрицать того, что она делает просто дофига всего, она стоит невероятно дёшево для своего варгира, эквипа и правил, она замечательная, если вы можете взять её, берите, я думаю, Алексей вам сейчас расскажет много восторженных отзывов о её применении, можно отметить то, что очень прикольно, что у неё есть и гранатомёт дымовой, и сами дымовые гранаты, то есть вы можете очень стабильно кидать собственно этот самый дым, почти на любые дистанции, которые вы захотите, хотя бы по нулям, что нужно, возможно, очень хорошо разбивает консоль с М12ЦВ, плюс бёрст на хэви-пистолете, отличная штука, в общем, давайте дадим слово Алексей. Да, да, я фанат, я к симплю, видимо, можно это так назвать, Кармен Джонс, и не потому, что я вынужден играть её в каждом ростере на раме, которую я сейчас специально для подкаста играю, но потому, что на самом деле, если вы посмотрите, за 17 очков, 17 очков это не деньги, это фигня, вы получаете за 17 очков абсолютно сумасшедшую модель, это определённо один из лучших минишников в этой армии, потому, что у неё 2 куба 22 клоскомбатом сама 2, 10 из 10. Она отлично доджит даже на мотоцикле с 13 пехой 10 из 10. Смаки разных видов, да, конечно, не стоит забывать НБВ, то есть она, даже не будучи, может быть, самым крутым бойцом именно в клоскомбате, убьёт почти кого угодно двумя кубами, отменяя ему маршал артс. При этом у неё догит, она может пережить тычку некоторым оружием 10 из 10. Потом мы смотрим на Батарда, Батарда даёт вам импетусный сенсор, ну, не импетусный, а как сказать, сенсор в середине стола за один приказ бесплатный. Потом Батарда кидается Тренчхаммером 10 из 10, не стоит недооценивать, с мимитизмом, у них, у них, как и у стрелка, может быть, ситуация, когда она кидает 2 чайника или стреляет из кэви пистолетов, а Батарда кидает свой молоток. При этом Тимофей не совсем прав, Батарда необычная собака, у каждой собаки есть мимитизм и сенсор, кстати, здесь нечем удивляться, но в отличие от других собак у Батарда нет суперджампы, но есть Доггит, это как бы бэково объяснено, что он, по-моему, этот Кармен при встрече ногу сломал, если я ещё не путаю, почитайте, если интересно. В общем, по-моему, отличная команда, отлично дерётся, отлично ездит, разменивается, сенсор на Иреге просто 10 из 10, при этом у неё есть бутя, то есть вы можете найти что-нибудь ещё, что-нибудь ещё прикольное. Не совсем согласен, что она прям отлично ломает консоли, наверное, DeCharge сейчас с этим справится лучше, нежели DataCV 14 силой, но у вас есть такая опция, скорее всего, она будет в этом ростере так или иначе, может действительно доехать, сломать какой-нибудь сервак на Mindvipe. Просто отлично, просто отлично. Мой обычный набор Ирега в таке, это три Ирега, из которых один Кармен, один это Дог Вориор, и один это Ирмандинья. Ну, собственно, сейчас мы о них поговорим. Переходим к Дог Вориор. Дог Вориоры это варбанда, ирегулярная, импетусная. У них мув 4-4, 21-й класс комбо, 10-й баллистик, 14-я физика, 12-й вип, 1-й аром для ВБТС, 1 вонда в их первом профиле до трансмутации. Если они также кураж, total immunity, суперджамп и уязвимость к виральному оружию. Если они внезапно получают одну вонду, ровно одну, опять же, если они получают больше одной, они вычитаются из следующего профиля, но используя армор все еще от первого. Поэтому будьте осторожны. Так вот, после получения первой вонды он вырастает, превращается в большую собаку, и напоминаю, что второй силуэт заменяется на шестой, либо касаясь, новый силуэт касается краем старого, либо центр-центра. По общим правилам замены силуэтов. В новом профиле у него мув 6-4 увеличенный, close combat 23-й на 2 единички увеличенный, физика вырастает на 2 единички до 16-й и армор на 2 единички до 3-го. И также появляются уже теперь еще две полноценных вунды. Разумеется, остаются правила total munity, суперджамп и уязвимость к виральному оружию. Существует единственная закачка, два чайника, гранаты, дымовые гранаты, АПЦЦВ за 24 очка. Что можно сказать о Докворьере? Докворьер почти во всех играх, в которых он есть, он наводит суету, так сказать. Он порождает невероятное количество классных моментов, когда вы чувствуете, что вы прям нанесли оппоненту урон. Это очень жирная псина. У нее есть недостаток, потому что в отличие от некоторых других псин, она не так хорошо дерется в плоскомботе, потому что нехороших правил на это, не ЦЦВ нормального, но она вполне себе хорошо годится, чтобы положить чайну, чтобы кинуть гранату, кинуть смолком и прочее. Стоит быть аккуратным, если вы играете на карте с Неру гейтами, и вы получите вунду в доме с Неру гейтами, вы из него больше не выйдете. Это стоит отметить. Из хайлайтов пёс воин иногда часто забегает врагов диплоя, кому-то кинет две чайны, а может спекулятивом по 13 закинуть гранатку в какую-нибудь важную модель. Я таким макаром убивал и лейтенантов, и пупетмастеров. Стоит дешево за свои правила. Всегда угроза. Всегда угроза. Часто ставится, лично я ставлю часто из резерва. Всегда угроза, оппонент всегда боится. Даже если он добежал до вражеского диплоя, что-то там сделал и остался живым в своих двух вундах, например, во втором профиле, он стягивает на себя внимание, что уже хорошо, может себя хорошо купить. Иногда, кстати, бывают ситуации, что иногда ты, наоборот, хочешь получить первую вунду, то есть выйти на что-нибудь, что не так сильно может тебя пробить за счет отуламуна. И плюс может ты там одну посейвишь, одну нет, там на линковый на ров вылезти. Это такой риск, который может вас вознаградить тем, что вы получите 6-4 мув и добежите куда-то быстрее. Можно пользоваться, можно делать все более сейфово. Эта модель дает эмоции. Потеряв его, вы при этом не теряете четверть ростера, что прекрасно, это всего лишь 24 очка. Не рекомендую драться с профильными рукопашниками, гиблое дело, по большей части трата приказов, если вы делаете это в активном. Ну, вот как-то так. Также я быстренько добавлю, что есть опция выйти под вражеское ро, кинуть дым без фейс-то фейса, но рядом с собой, и получив фунду, провалив Гатс Ролл, уйти в этот дым. Такой вариант тоже я видел. Не забывайте, что Догвориера вообще никак нельзя убить с одного выстрела даже критом. Неважно с чего стреляют. Это очень ценная инфа, она позволяет вам иногда просто ходить мимо ро. Буквально стреляет какой-нибудь щел одним кубом, вы просто его игнорируете, идете дальше, вы точно знаете, что вы не убрете. В N4 по-моему другие модели, которые так могут, просто нет. Ну, виральную плюху в первом профиле он по-моему не переживет, а сдохнет сразу, если я правильно понимаю. Поэтому будьте аккуратны. Конечно, вы не часто встретите виральное оружие, но держите это в уме. Не безнаказанно. Не, почему? Transmutation же все равно работает. Ты получишь тычку, перейдешь в второй профиль. Да, если у тебя будет какой-нибудь виральный снайпер из спирали стрелять, то да, он тебя двумя кубами убьет почти гарантированно. Но это, да, согласен, это единственная хард-контра. Короче, что я хотел сказать про Догворьера. В Шотландии есть камеронены, которые подешевели настолько, что каждый раз, когда я играю против Шотландии, теперь, каждый раз, я собираю растира, в каждом росте их три, плюс Макмору. И здесь вы тоже можете играть три Догворьера. Просто подумайте об этом. И это реально прикольно, потому что они бегут, игнорируют вунды, все там, шесть приказов противника на лице, каждого по три приказа уже на вражеской половине стола. Наверное, это не самый оптимальный вариант игры, но можно его пробовать. Что мне особенно нравится Догворьере, то на самом деле тот факт, что он второго силуэта на самом начале, потому что некоторые места обычная собака просто не может пройти, а Догворьеру вот именно добраться из точки А в точку Б может быть не так быстро, потому что у него меньше скорость, но при этом он может игнорировать некоторые прострелы, которые не может игнорировать Макмору тот же. Поэтому надо учиться ими играть, они реально прикольные. Всем рекомендую, как минимум один в каждой росте, абсолютно точно. Хочу еще добавить, что были ситуации, когда как бы ставил оппоненту вилку в том плане, что есть две модели, на которые я смотрю в лофе и спрашиваю у него Ро, на что он отвечает. Если он отвечает стрельбу, вы просто кладете два шаблона и разминеваетесь, а если он доджит, вы кидаете гранату по 19, и, например, если это обычно линкованная легкая пехота, то ей будет невероятно сложно пережить такую гранату, если вы задеваете там нескольких человек. И можете вполне себе потерпеть стрельбу. При этом, если у вас остался малопункт, в этой же ситуации можете просто кинуть гранату, это будет все еще фестфейс, вы стреляете, кидаете гранату по 19, и это прям круто ощущается. То есть 16-я ПХ с гранатами в рожеском диплое это прям очень круто. Ну да, и спиклютив гранаты по 13 тоже никто не отменял, но мне кажется, этим никого уже не удивить в наше время. Все, наверное, знают о том, что граната на собаке это скорее замена пистолету, нежели реальная граната. Медведь, наверное, так не может. У него, по-моему, нет обычных гранатов. Вот, видите, не во всем медведя лучше остальных. Честно говоря, когда я играл в ванильный рядный, я иногда думал, что брать вместо второго медведя Догу Фейса может быть неплохим вариантом, потому что они дают дополнительные опции и все еще такой же крепкий трехмундовый. Прикольно. Давайте тогда перейдем к нашему на критике последнему юниту. Это Ирмандиньо. Ирмандиньо это наша варбанда, тоже регулярная, тоже импетусная. Мы можем заметить, что иррегулярных юнитов у нас на самом деле достаточно много и всех мы хотим взять штучку или две. Ирмандиньо не исключение. У них мув 4-4, 21-й класс комбат, 10-й баллистик, 14-я физика, 13-й вип 1-й арм. Все Ирмандиньо являются, хоть несмотря на то, что это регулярно вармады, это инженеры и с правилом бути заодно. Рассматриваем только одну закачку за 8 очков с чейн-райфлом, дочерджами и обычными двумыми гранатами. Сюда аппетит и цв. Что хочется про Ирмандиньо? Это отличный юнит, хочется взять все, но из-за ирегулярности и из-за баланса регов и регов колется очень сильно. Я лично для себя решил эту проблему таким образом, что я в одну группу беру Догворера и Ирмандиньо, большую группу Догворера и Ирмандиньо и во второй группе мне просто два Ирмандиньо 2-2 по ирегам. Собственно, это наш халявный импетусный дым, который в нашей диплойке может начать, ну в смысле который начинает обычную импетусную фазу, кидает дым и закрывает кого-то другого, если нам нужно. Из интересного, при этом они являются специалистами и это позволяет вам просто разменивать и нажимать на точки. Также Бути позволяет иногда проворачивать довольно забавную вещь, когда они роляются огнемет. У меня был Ирмандиньо, который нарарял себе МГ и убил, по-моему, фонарик и, прости господи, варкора. Извините, извините. Извините за варкора. Извините за варкора. Из самых последних хайлайтов было то, что Ирмандиньо на дадже вошел в хактао и через ход убил его одним ударом черджа. То есть, как бы, вы можете себе представить, что огромное преимущество в размене у вас есть за такую дешевую модель. Причем он, как бы, взрывает консоли, он внезапно может починить вашу консоль на лутинге теперь. У него есть чина, это лучшая модель. Жалко, что нельзя взять всех. Иначе будет слишком много регоров. Вот, как бы, все. На самом деле, кроме шуток, я считаю, что Ирмандинь, наверное, лучшая варбанда в игре. Единственное, чем у них хватает, это возможности уверенно драться в класс-компате. Многие варбанды гораздо лучше. Но, тем не менее, это специалист. Я помню, мы играли миссию, которую придумала Оля СЛП, в которой где специалисты могли жать кнопку и тогда я прямо ощутил, насколько это круто, когда у тебя варбанда может подбежать и нажать кнопку. И, блин, играть Ирмандинами просто кайф. Кидать самоки по ситуации тоже кайф. К сожалению, слотов мало и регов дофига и так. Наверное, как я уже говорил, я беру только одного. На какую-нибудь миссию типа контрмер я беру двух и беру по одному в каждую группу, чтобы можно было пойти кнопки нажать, там, классифайпу выполнять и все такое. Прикольно. К сожалению, они лайн-труп, на этом мы закачиваем обзор наших юнитов и переходим наконец-то к ростерам. Начнем мы с самого базового ростера, который называется Обобщенный Стандартный. В первой группе у нас фронтовик МСВ один АП-снайпер, с ним в линке ветеран-казак АПХМГ, линейные казаки лейтенант, обманка, форд-обзервер и парамедик. Также в первой группе Дог-ворьер, Ирмандиньо, стрелок-фо, стрелок-майн-лайер. Во второй у нас также стрелок-фо, стрелок-майн-лайер, спецназ Heavy Machine Gun и два Ирмандиньо дешевеньких. Как можно прокомментировать этот ростер? Как как бы гласить название? Это то, как я вижу, наиболее стандарт для атака композиции юнитов, в которой можно что-то поменять. Основной нашей кор является собственно линейки с ветераном и фронтовиком, фронтовик нас защищает. Ветеран стреляет в активный ход. Если мы ходим первыми в первый активный ход, пёс бежит вперёд, наводит суету, Ирмандини бегут, накрывают дымами и жмут на точки, либо под приключением этих дымов жмут стрелки-фошники. Спецназ здесь во второй группе отстреливают что-то за небольшое количество приказов, если вам сильно нужно, переворачивайте и рек в рек, чтобы добить кого-то ещё или уйти с прострела. Всё очень просто в этом плане без особых изысков, но хорошо работает, хорошо зарекомендовала себя. В принципе, вот что можно сказать. Погоди, это нормально, что ростера 17 очков не хватает или я что-то не понял, что-то прослушал? По-моему, так не должно быть. Что-то не так. Я думал сейчас сказать, что вот смотрите, у нас есть всё, ещё 17 очков и как бы делайте, что хотите, докупайтесь и как бы... А, то есть это не был план, да, Кирилл? Нет, это не был план, но так всё хорошо складывалось, что я думал, а, этого достаточно, типа, дам гандика моему оппоненту, что этого хватит. Настолько клёвая армия, что можете, типа, не до 300 очков играть. Ладно, господа, мы это даже не будем вырезать. Смотрите, какой потрясающий ростер. Да, да. Но я скажу, что мне ростер на самом деле не очень нравится. По той простой причине очень много и регов, и они, типа, можно докинуть и купить себе второго Дог-Вориера. Уже интереснее. А так, ну, типа, да. Я бы сказал так, не весь ростер стандартный, но 9, 10 моделей из него определённо стандартные. То есть это 4 лайн казака, именно в такой комбинации ветеран казак и снайпер фронтовик, плюс 4 стрелка. Вот. По-моему, это самый стандарт, который есть. У вас остаётся там 200 очков, не 200, а 100, 120 очков, чтобы напихать себе ещё модели в ростер. Ну, типа, в таком районе. И я обычно отталкиваюсь как раз вот от такого вот набора основной боевой группы, грубо говоря. Да, стоит 103 очка остаётся, и там на 103 очка много чего набрать можно на самом деле. Ну да, с учётом того, что Юрмадиню стоит всего лишь по восьмёрке, а мы их, наверное, хотим одного-двух-то так или иначе взять. Ну да, 1 война. Я бы сказал 1, но опять же, это просто подходы к созданию ростеров. Не стоит забывать, что у вас вот всё-таки это секториал, и здесь зачастую вы берёте одно и то же, но этот секториал даёт вам какой-то выбор, в отличие от многих, риадовских, тем более. Ладно, об этом мы поговорим в обзорах других секториалов, кроме Америки, поскольку, как я помню, в Космофлоте тоже достаточно сильно вариативная армия. Ну не знаю, там одна опция кора такая же абсолютно. Ну там примерно те же самые юниты. Не знаю, мне кажется, в Космофлот гораздо менее даже вариативный, чем так, потому что там есть типа юниты мастхевные абсолютно. А здесь даже 4 стрелка это не мастхев. Это просто то, что вы берёте, потому что надо забить слоты, очки и хотите играть 12 комков, наверное. Не вижу причин играть в так и не брать там, ну не 12, там 9-10-11 комков. Ну да, опция потрясающая. От этого раз переходим к нашему второму, который называется Два Пса. В первой группе у нас наш стандартный линк, ветеран-казак, фронтовик, смсв, апоснайпер. Но в этот раз их дополняет, скажем так, колонел Воронин, лейтенант плюс коммантокен с стратегас. 4 линейки казака, то есть два фордобзервера парамедика и обычный. В первой группе также договориор и романдинью. Во второй группе стрелок майн-лэйр, даже два стрелок фордобзервер, танк хантер смислой на ару, и романдинью, и второй договориор. здесь можно сказать то, что опять можем видеть, что Core у нас остается все тот же самый. Это наш линк-линеек с ветеранами, которые мы в этот раз разбавили дополнительным источником приказов и команд токенов. Мы добавили вторую собаку, которая может побежать и навести суету на чуть меньше количества приказов. У нас есть некий такой спорный чайс в виде танк-хантера, ну, захотелось взять его в лист. Так, кажется, что надо бы найти очки и взять вместо него спецназовца, может быть, но спецназовец и Dog Warrior в одной группе мне показались конкурировать между собой, поэтому решил оставить танк-хантера. Вот, собственно, так. Нормальный ростер. Мне, на самом деле, нравится гораздо больше, чем предыдущий, ну, типа, по многим причинам. Я фанат двух собак, как я уже говорил, но мне кажется, если вы берете Воронина и надо рассасывать приказы, я думаю, что 11 приказов, ну, не 11, 9 приказов на одну собаку на первый ход гораздо круче, чем, там, чем сколько получается, 7 на 1 и 6 на вторую. Хочется иметь возможность прям одной собакой на полной, на все бабки развлечься, ее разменять, а вторую привести и уже там прессануть то, что останется, грубо говоря, добить врага, что-нибудь такое. Но опять же, это не тот уровень альфа-страйка, который вы получаете в бахраме каком-нибудь или в комбайнах, где у вас есть сразу имперсонатор, сразу врага на лице, но это дариадновский подход. Это, и конечно же, догворьер не медведь, к сожалению, или к счастью. Поэтому будьте поаккуратнее и не стесняйтесь собак обращать в больших собак обмины, например. Я этим часто промышлял, потому что он бежмит, собирает все говно, которое в центре лежит, и ему вообще пофигу, он уже двух, пускай даже в двух ундах, но уже обращенный. 10 из 10. У меня чаще бывают ситуации, когда странный догворьер идет через все аронопланете и все сейвит. И ты такой, да твою-то мать, ну пожалуйста, можно хотя бы одну дырку получить? Это типа просто проклятие какое-то. Потому что собака... Ты чаще 3 умираешь. Да-да, потом ты получаешь крит и, я не знаю, еще дырку с таблода и умираешь, просто не пододжив. 10 из 10 типа. Ну короче, будьте аккуратней. Хочется всегда иметь его в диплойке уже в форме собаки, потому что он гораздо лучше в форме собаки. Ну да, собака умирающая с одного берста классика. Вспоминаю, как в одной из лиг да, иностранной лиги Макмура убежал где-то там за полкарты мимо моего линка, кинул двадцатку на дым или единицу. Неважно, я его просто с комбика убил. Из двумя кубами. Это вообще классика. Типа, знаете, что если у вас 16-ая ПХ, ни что не гарантирует вам дым. Просто нет никаких гарантий, что дым будет лежать. Поэтому всегда, как бы, готовьтесь покидать дым другими моделями из других групп, чтобы свою собаку пропустить там через что-то. Ну короче, да. Просто не забывайте, что 16-ая даже ПХ ничего не гарантирует. Да, хотелось бы отметить, что в обращенной форме Докворьер еще может с большей пользой использовать свой суперджамп за счет увеличивающегося мува, если это так. Ну не очевидно, мне кажется очевидно, но лучше проговорить еще раз. Согласен, да. К тому же, в обычной форме он практически никак его не может использовать, потому что четвертый мув, типа, не серьезно. А вот собачка, да, нормально прыгает, скачет. Перейдем к нашему третьему ростеру. Это ростер на контрмеры. У нас в первой группе наша стандартная фар-тима из вертирана фронтовика и четырех линеек. Также здесь Василий Плющенко, лейтенант форд-обзервер, догвориор, стрелок форд-обзервер и романдиньо. Во второй группе стрелок с к-9 антиподом, стрелок майн-лэйер, и романдиньо, скаут форд-обзервер и вардрайвер хакер. Я попытался представить, на что будет похоже, что лучше всего взять на контрмеры для ТАК. Алексей, я думаю, сразу меня поправит, что здесь вместо стрелка лучше взять Кармен с Ботардом, я с этим соглашусь, но просто это лично моя такая преференция. По моему опыту ТАК не сказать, что прям очень гладко делает контрмеры, потому что, во-первых, мы сбиваем на ремонт роботов, во-вторых, у нас нет такого, что прям есть какие-то спецы, которые прям сразу что-то сделают, которые уже впереди. Некоторые вещи нам нужно все-таки пойти, намеренно пойти и сделать. Ирмандиньо пробежать, ну, кинуть дым, бежать вперед. Из таких только скаут может. Сразу и элита может посвятить кого-нибудь, может там дичержон взорвать на фрошку поинстала здание, может потрогать ХВТ, может пройти миражский планет стола, поэтому, собственно, здесь взят. Стрелок с антиподом взят ради сенсорского классифая, потому что фронтовик вероятно умрет и никого не сможет поглядеть через свое МСВ. Ну, в принципе, все остальное довольно стандартно. Блин, Кирилл, конечно, меня прочитал определенно, определенно на контрмеры я, конечно, обязательно брал бы Кармен. Просто в 100% случае. Она и черактор, у нее батар сенсором, у нее есть возможность подраться, в отличие от многих других юнитов, она дает смоки, прям 10-10. Но, абстрагируюсь от контрмеры, я, не от контрмера, от Кармен, я вот играл с Кириллом, кстати, контрмеры, у меня был Василий лейтенант, полное говно, никогда не берите его на контрмеры, это просто бессмысленно. Это чирлидер, которого и так никто никогда не пойдет убивать, за 36 очков у вас диплоки, да, он специалист, господи, я бы сказал так, в моем понимании Василий вообще не хорош, но на контрмеры он даже вреден, потому что вы тратите 36 очков, которые вы можете потратить на специалистов, которые вам необходимы в другом месте, за то, чтобы он сидел у вас в диплойке и на последний ход может быть сделал бы классифай. Я бы сказал так, идеальный ростер, на мой взгляд, это обычный лейтенант, вы раскладываете, вот этот ростер, кстати, отлично подходит, но давайте онлайн прямо изменим. Стрелок кейнайн раскладывается на кармен, вы убираете Василия, берете Воронина, потому что вам нужно больше приказов и Воронин сидит у вас в диплойке и никто никогда не пойдет его убивать. Никто не будет тратить те самые приказы на то, чтобы типа на то, чтобы лишить вас лейтенанта, он лучше сделает 3 карточки, скажем так, зачастую это гораздо лучше. И у вас остается 17 очков, которые вы можете потратить на то, чтобы заапгрейдить, у обычного лайн-казака до еще одного стрелка майн-лейера. Стрелки майн-лейера особенно ценны на именно контрмерах, потому что зачастую надо прийти в бетебэк к КВТ. А все остальные очки стоит потратить на то, чтобы вот ваш второй стрелок стал опять фуошником или еще одним парамедиком. И стоит, конечно же, присмотреться к динамо парамедику. На мой взгляд, отличная модель на именно контрмеры. Если Кирилл помнит, по-моему, он там сделал два, там просто приехал в Смаке и инаквилейшн сделал, и труп потрогал 10 из 10. При этом он быстрый, дешевый, два шаблона. Сделал классифай, поехал, разменялся. Прекрасно. Не думаю, что стрелок с К-9 вам что-то вообще даст. К тому же там эксклюзион зона. Кармен буквально окажется просто в центре стола быстрее и дальше, скорее всего. Да, в целом согласен с мнением Алексея. Тут есть еще простор. пооптимизировать. А вот, Тимофей, как вы относитесь к вардрайверу? Вот вы играли вардрайвером на контрмере, у меня он, к сожалению, в доме просидел всю миссию, но мне кажется, он может пригодиться. Он тебе пригождался к найду? Конечно, конечно. Совершенно очевидно, учитывая то, что у нас нет абсолютно никакого выбора хакеров. Это наш единственный хакер, который может сделать свои классифай. И в целом, даже несмотря на то, что у нас есть куча форд-обзерверов, возможность спотлайта, не видя цель, это тоже иногда полезно. Хотя на самом деле в основном, разумеется, мы его будем брать ради там датаскан, что у нас там хвт и шпионаж, и что-то еще у нас там хакер делает. Вот именно ради этих классифай. И все. И остальное дело и фоошник в том числе. Переходим к нашему последнему ростеру, который называется Эксперментальная душка. Все сразу подняли, что ростер от Алексея. В первой группе у нас классический линк, ветеран, фронтовик, четыре линейки. Также у нас два стрелка, майнлайер, фордобзервер и догворер. А во второй группе у нас кармен, два скаута с дробовиками, самые дешевые и стандартные, два стрелка майнлайера и Ирмандиньо. В общем, это интригующий ростер. Я расправил его пока только в двух играх, но я обязательно поиграю им еще. В общем, он строится вокруг идеи, что у вас есть два скаута с борьбой шотганами. Они оба во второй группе и у вас есть вакантный слот в первой группе и они не просто куда-то встают. Вернее так, если вы ходите вторыми, обычно вы берете такой ростер на контроль зон и это просто два как бы moderate экспенсив комка. То есть они гораздо дороже, чем стрелки. Эти 5 очков это очень много на самом деле по меркам контроля зон. И они встают куда хотят. Просто 10 из 10. Но если вы ходите первым, вы этих скаутов по десятке инфильтрируете на вражескую половину стола. Почему плохая идея инфильтрировать вообще юниты? Ну потому что они что-то теряют. Они теряют комок, они теряют инфильтру. Ну, не прикольно. Почему не так страшно терять скаута? А, и еще. Если вы инфильтрируете какой-то юнит, вы рискуете, что вы придете туда и если вы кого-то даже и убьете, труп поднимут просто. То есть их просто полечит. И вы по итогу потратили модель достаточно дорогую, хрен пойми на что, рисковали непонятно зачем. И по итогу никто и не умер. Не прикольно. Поэтому я, например, не предпочитаю кидать шассеров, хотя у них такая же в общем-то пыха. Это иной раз просто не имеет смысла. Но вот именно скаут с бординг-шотганом за счет наличия бесток-шок и за счет того, что он на самом деле теряет очень немного, он теряет, грубо говоря, кама-стейт только. Кама-стейт это важно, терять вы его не всегда хотите. Но если вы ходите первым, закинуть двух по десятке, мы можем с большой долей вероятности сказать, что хотя бы один встанет. Он может сработать как имперсонатор. Он идет, первый приказ на 8 дюймов. Ему ничего невозможно сделать, он в камке. После этого он идет еще на 4, кладет два шоковых шаблона на лайн-пехоту, на модели в НВИ с плохой пыхой. Может быть, он стреляет двумя пулями во что-нибудь, что доджит или делает какие-нибудь глупые действия. Может быть, ваш способ нанести урон уже буквально за 2-3 приказа. Причем, если по какой-то причине у вас встанут оба скаута, я вам очень должен повезти, но это может произойти, вы одного скаута переносите в начале своего хода в другую группу, и у вас реально две модели, которые, пускай дорого и стоят, но они гарантированно убьют что-то очень важное. И это круто. Рядно ванильное обычно этим не пользуются, потому что там есть медведь, которому тебе даже стараться особо не надо. А Дагвориор в этом плане все-таки не такой надежный юнит. Здесь же Дагвориор в первой группе на случай, если у вас стал один скаут и у вас есть еще Дагвориор, вы можете представить, как вы ходите, что-то убиваете скаутом, он закономерно погибает, нет никаких шансов, что он переживет такой врыв, но при этом за ним на 10 сколько-то приказов идет Дагвориор и тоже наносит какой-то урон. Причем скаут во второй группе выглядит как байт для оппонента порезать ему приказы, а много приказов ему на самом деле и не надо. И тогда у вас будет больше приказов на Дагвориоров. Это немножко негейтит проблему вот этой конкретной армии на, так сказать, альфа-страйк, на первый удар, потому что он не такой крутой, как у Ванили, где есть Ушия. Но, тем не менее, у вас есть вот такая опция, я прям поиграл, мне, в общем-то, понравилось, у меня буквально в каждой игре вставал один. Жду не дождусь, когда встанут оба и, ух, повеселимся. Хотелось бы мне прокомментировать. Мне очень нравится сама концепция и по статистике это вот в Инфинти, конечно, очень смело рассчитывать на статистику, но все-таки в трех-четырех случаях у вас встанет хотя бы один. И это уже неплохо. Это как бы отличный способ действительно нести первый удар, но стоит отметить, что в отличие от имперсонаторов, скаут может агрести от мины. Это первое. Во-вторых, против некоторых фракций это будет не так эффективно, но в противовес этому против некоторых фракций некоторые фракции против этого даже сделать ничего не могут. То есть тут та же самая проблема как с имперсонатором. У некоторых фракций просто физически нет никаких механизмов, нет никаких инструментов, чтобы оградиться вот от такой вот залетной кама кама мины с борнинг-шотганом. Не дай бог, еще скаут если переживет свой активный ход, при попытке его убить, он либо на тебя сразу положит дробовик, либо мину при тебе положит и попробуй его убей. ты в него постреляешь с меметикой типа он еще посейвит, следующий приказ тебе опять придется еще мину терпеть, он еще одну выложит. То есть будет тянуть из тебя приказы по максимуму и за свою стоимость это прям очень круто. Ну да, ты искал правильную мысль, важно против кого вы это используете. Минсимал армии просто насрать на вашего скаута. Он придет и он просто шаблон в него скинут, я посейвлю, а ты сдохнешь. Но многим армиям, например, Раби просто нечем защититься, это правда. Надо быть аккуратней. Не сказал бы, что... Я не вижу ситуации, когда скаут переживает активный ход, это значит, что вы его использовали не на всю катушку, а вы хотите, потому что в реактивный ход он умрет от любого чиха, на мой взгляд. Да, он может быть там на кого-нибудь положит шаблон, но этот оппонент должен какую-то глупость сделать, чтобы выходить на этот шаблон. А возможность какнуть мину под себя, вот это уже прикольно. Я бы так зачастую и делал. Не стоит забывать, что может быть ситуация, когда ни один не встанет, тогда у вас есть в этой же группе кармену, который плюс приказ от ее обычного количества приказов, и она может уже ехать, что-то делать. Короче, ростер прикольный, далеко не на каждую миссию, не против каждой армии, но попробуйте. Я попробовал, мне понравилось. Может быть, напишите, как вам. Прежде чем мы перейдем к завершающему слову, хотелось бы выразить свою благодарность нашему главному спонсору магазину Лавки Орка, скидку и промокод, на который вы можете видеть на экране, а также всем нашим зрителям, но в особенности нашим платным подписчикам на Boosty, благодаря которым, в общем-то, мы можем себе позволить регулярный выход такого контента. Скажи, пожалуйста, Кирилл, как тебе вообще армия заключений, насколько ты оцениваешь ее силу вот в ITS, именно турнирную силу, и вообще, хотелось бы ли тебе дальше продолжить за нее играть? Что можно сказать, а так, я считаю, что эта армия очень сильная, у нее есть множество прикольных опций и все инструменты, чтобы делать подавляющее количество миссий, я бы хотел продолжать ей играть, я считаю, что она стоит того, чтобы попробовать ее поиграть, с учетом того, что у нее достаточно понятные механики, ее достаточно просто собрать, даже если не просто собрать в ТТС и попробовать, она очень хорошо, она может предоставить, она может посоревноваться с любой армией, которая существует у нас в ITS, даже в топе, я бы сказал, что она не супертоп, но на уровне ниже, то есть там есть S-тир, а это в районе А-тира, если не на самом топе А-тира, то где-то ближе к середине А-тира, как-то так. Да, огромное количество кам-маркеров, заставляющие оппонентов тратить кучу приказов, уже как минимум заслуживают внимания. Я могу только согласиться, на самом деле, мне кажется, вот bottom A-тир, может быть, с один ка-тиром, самое атлетичное место, и я бы хотел, чтобы большинство армий были именно такими, чтобы у них был какой-то прикол свой, например, куча кам-ков, это вполне определенно прикол именно так, чтобы у них при этом не было там, не знаю, просадки по каким-то... Конечно, некоторые армии должны быть средненькими, но с маленьким приколом. Я хотел бы, чтобы больше армий были именно такими, но, к сожалению, мы этим похвастаться не можем. Скоро ожидаете обзор рамы Task Force? Да. Ожидайте, короче. Хотелось бы отметить, что так, поиграв за так определенное количество времени, оно производит впечатление очень добротно собранной армии, в которой правило, как бы, аутентичные друг с другом. Это такие вот милитари, вежливые люди, которые, вот, и они, их правила, их эквип, их оружие, оно дополняет друг друга, и это позволяет чувствовать определенный кайф от сборки растеров, от того, как это ведет себя на столе, в принципе. И это мне нравится. Очень удивлен, на самом деле, что второй своей армии, которую я хотел попробовать, стала армия из того же, считайте, армии пака, что и моя основная армия ОСС, но это показывает то, что в то время Корвус Белли действительно смогли сделать в рамках одного армии пака две очень добротные армии, которые нравятся, могут понравиться людям. И они разные, это очень здорово. Согласен, согласен. Будем ждать, что там вот в Кримсон Стоуне, как народ примет, но пока, конечно, интригующе, интригующе. Всем спасибо за внимание, всем спасибо, кто слушал, увидимся в следующий раз, наверное, все-таки наконец-то на подкасте про рыцарей. И до встречи. Всем пока. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok